В Дубае и Абу-Даби богачи живут в домах за 20 миллионов долларов. А бедняки ютятся в лачугах. В одной комнате здесь живет от 6 до 10 человек, и один человек платит в месяц 80 долларов. Бедняки едят похлебку за 5 баксов. А богачи ужинают изысканным японским мясом вагю. Вообще вагю стоит в ресторане порядка 15 тысяч рублей за небольшие кусочки. Бедные выживают, а богатые покупают роскошные тачки. Майбах сколько? Ну, на рубли 30. 30 миллионов рублей, да? Но богатство может начаться с большой трагедией. Мама заболела раком крови. Мне было тогда 15. Когда она умерла, ровно через 2 месяца у папы сердечный приступ случился. А бедность может быть счастливой. Когда еще приедешь в Абудабе к парням? Нам всем дали жизнь, а инструкцию, как жить, нам не дали. Только в этом уникальном выпуске наши герои расскажут вам и нам реальную инструкцию по счастливой жизни. Машина, машина. Майбах. Это уже попроще, да? Это уже попроще. Красота. Это ты купила прямо тут? Да. 2023 год. Новенький прям. Да. С белым салоном, я смотрю. Причем это прямо была отдельная история, найти именно белоснежный салон. Он не популярен. Это какая-то особая история. И я не была согласна на бежевый, кофейный, молочный, какой-то кремовый. Ужас, ужас. Я как-то вообще-то выдержала эти кремовые салоны. Я просто... Это же реально тяжелая жизнь какая у тебя, Ир. Представляешь? Ужас какой-то. Ладно, ладно. Ну что, смотрите. Ира у нас же была. Была, я опять пришла раздражать от твоих подписчиков своими губищами. Во-первых, ты тогда была беременна. А губы при чем? Про губы. Статус, статус. Да, я была. Напомню. Ты тогда была беременна, и ты тогда у нас была в выпуске про переехавших. А теперь ты уже в выпуске про богатых. Видите, как это взаимосвязано? Это... Мы с того времени успели с Ирой чуть-чуть подружиться. Но, чтобы вы поняли, но... Она не раз не позвала в гости. Говорит, ну приходи, приходи. Так, пока... Пока, значит, пока мы не снимем. Как блогера, значит, как друга не позвала. А как блогера можно, да? Ну, началась акция, напросились. Здесь уже другая история. Нет, я просто хотела с тобой попить кофе. И вот видишь, про этот... Вселенная мне дала больше. Да, конечно. Поэтому мы будем кофе сейчас вместе пить все. Ладно. Это что? Тот, кто был в животе в прошлый раз? Это герой прошлого выпуска. Только сейчас он уже человек-человек. Тогда он был в животе у нас, да? Зовут его Ричард. Фамилия... Ой, имя у него Ричард от слова «богатый». Чтобы почаще дома говорить «рич». Ричи, Ричи, Ричи. Я знаю, что сейчас я понимаю, что это же... Мы же в монтаже возьмем кадры из прошлого. Где ты стоишь с животиком. И уже человек. И уже просто король Ричард у нас. Красавчик. Вот, рожденный он в Объединенных Арабских Эмиратах, да? Ричард из Дубая. Да. Класс. Четвертый наш малыш. Давай, пятюню. Или ребенка. Друзья, привет. Мы находимся в не очень богатом районе Дубая, где на одном квадратном метре живет много людей. То есть здесь большая плотность населения, недорогое жилье. Здесь в основном работают приезжие из Индии и Пакистана. И мы сейчас немножко погуляем по этому району. Вы убедитесь в том, что эти люди доброжелательные, абсолютно не опасные. И посмотрите, что этот район, он даже немножко красивый. Рудель, покажи, пожалуйста, что здесь такое. Расскажи, пожалуйста, как вы живете. Здесь жить вроде бы не слишком дорого. Во всяком случае, по сравнению с Джумейра и Бурдж-Халифа. Ты прав. Например, сколько приблизительно человек живет в этой вилле? В этой вилле шесть комнат. Шесть? Шесть. И в одной комнате десять человек. Десять человек. Поэтому одна комната не очень дорогая получается. И сколько вы платите за сутки? Нет, за неделю. Нет, за месяц. За месяц три тысячи за комнату. За месяц за комнату три тысячи. То есть, это лучшее, что можно снять за три тысячи. Учитывая, что в комнате десять человек, то каждый платит 300 дирхам в месяц. Получается, что в одной комнате здесь живет от шести до десяти человек, и одна комната... Один человек платит в месяц 300 дирхам. 300 дирхам — это 80 долларов. А дома ты купила или арендуешь? Нет, я не покупала дом. У меня концепция легкой жизнеперемещения, не утяжелять себя какими-то домами, не строить себе мраморные замки. А эти деньги лучше в оборот, конечно. И, ты знаешь, моя концепция работает. Понял. Я заметила, знаешь, когда я много лет назад искала, я всегда арендую жилье. И я на Рублевке, например, на Новой Риге, в Москве, просмотрела, не знаю, 500 домов, тысячу, наверное, домов самых богатых. Вот эти все мраморы, поселки, локации становятся не модными, дизайны уже устаревшими. Поэтому нет смысла в это вколачивать миллионы. Мне показалось, эти деньги чисто освоенные, какие-то заработанные явно небизнесменским трудом. Но нужно было куда-то их вколотить, и они вколачивали в мраморы, и всё это стоит, всё это бескусно абсолютно, выглядит это всё вот так, вот, обнять и плакать. Почему речь шла про белый салон? Потому что у меня особая эстетика. У меня сфера красоты. Я вот люблю всё красивое, одежду, мебель. Для меня это особая линия. Ты говоришь, это мне бы твои проблемы, а вот в этом смысле у меня взгляд эстета. Всё, понял, понял, понял. Взгляд и страдание эстета. Ну и почему не страдание? Если салон жёлтый, я понимаю, ужас. Да можно просто снимать. Снимаешь, в общем, да, красоту? Снимаю с ним. Ну вот это же дорогое очень район. Смотри, когда я заехала сюда полтора года назад, эта вилла стоила 6 миллионов дирхам. Это 120 миллионов рублей. Ну я примерно чуть больше, 130. Да. Ух ты. Сейчас, после февраля, цены взлетели на 30%. У меня хозяин индус прибежал с такими глазами, русские, крейзи. Вы подняли цены за 2-3 месяца, просто на 30%. Сейчас эта вилла 9 миллионов стоит. Я говорю, нет, индус, это ты крейзи. Мы русские, нормальные, всё нормально, скоро всё упадёт. Ну не знаю, сколько сейчас эта вилла стоит, но аренда действительно выросла. Смотри, я её начала арендовать до всех. Я же переехала до всех событий 2 года назад. И полтора года назад начала её арендовать. Она мне стоила 350 тысяч дирхам. Это 7 миллионов рублей в месяц. Это очень дёшево. А сейчас они стоят 500, 600 и 700. Это, переводя на уровень... Это в 2 раза больше. Друзья, в ролике про мотивацию и бали я говорил про введение семейного бюджета. Действительно, в нашем бюджете вначале не было какого-то определённого регламента, но потом мы выстроили чёткую систему учёта доходов и расходов. Это позволило нам эффективно откладывать на наши хотелки. А если вы предприниматель и вам нужно ввести корпоративный бюджет, это ещё ответственнее, чем семейный. Важно сделать так, чтобы финансов хватило на все ключевые расходы. Банк Точка предлагает удобное решение. Теперь на любом тарифе можно подключить до 10 фондов. Фонды – это ваша личная копилка, куда вы можете перечислять средства на разные расходы. Аренда, зарплата, налоги и резервы. Чтобы в момент, когда деньги понадобились, они у вас точно были. Кроме того, Точка берёт на себя все заботы предпринимателя. Регистрация бизнеса, бухгалтерия, налоги, работа с тендерами и многое другое. А поддержка Точки славится тем, что специалисты работают не по скриптам, а решают каждый вопрос индивидуально, в чате или по телефону. Переходите по ссылке в описании и открывайте счёт для бизнеса бесплатно. В Банке Точка. Скажи, пожалуйста, ты себя чувствуешь счастливым в Дубае? Да, конечно, я счастлив, потому что это хорошая страна. Рудель, расскажи, кем работают люди, которые здесь живут? Где они работают? Большинство занимается физическим трудом. Физическим. Некоторые работают в офисе. Некоторые водителями. Охранниками. В супермаркете, да? Да, охранниками тоже. Вот что я хочу тебя спросить. Если ты проработаешь здесь, предположим, 10 лет, ты сможешь на заработанные деньги купить квартиру или виллу в Бангладеш? Или построить себе дом? На квартиру заработаю. То есть, проработав здесь 10 или 15 лет, ты сможешь купить себе квартиру в Бангладеш? Да, смогу. Это возможно. С одной спальней или с двумя? С двумя? Сколько квадратных метров? Метров 30. 30? 30. Неплохо. 30 квадратных метров квартира в Бангладеш через 10-15 лет. Это очень неплохо. А если бы ты работал в Бангладеш, то сколько бы зарабатывал? Наверное, тысячи полторы бангладешских денег. Я работаю в Бангладеш. А сколько это в долларах? Манцли. 500 долларов. Здесь, в Дубае? Нет, в моей стране. А здесь ты сколько долларов зарабатываешь? 700? 700. Я не понял, сколько? 700 долларов. 700 долларов. А, то есть в Бангладеш 400-500 долларов, а в Дубае 700-800. Так, да, так. В два раза больше. Теперь понял. То есть по сравнению с Бангладешем здесь зарплата в два, в три раза больше. Приблизительно. Но, несмотря на то, что мы познакомились уже, я обещаю быть беспристрастным и задавать неудобные вопросы. Такие вопросы задаются, что неудобно отвечать. Ты девушка, ты симпатичная на Майбахе, еще и придираешься к цвету салона. Очевидно, что? Что предприниматели со стажем. Очевидно. Так и поверили тебе, все скажут. Мужик тебе, что мужики тебя содержат, значит эскорт вот это все. Да, да, почему-то все так думают. Реально, ну реально. Я вообще королева эскорта в Дубае. Да нет. Королева. Ты думаешь, что мы же так в монтаже встали? Ой, что я на любой бизнес-тусовке, ну какой эскорт? Я прям бизнесменам продаю девчонок, что ли? А вот это, кстати, может быть... На Майбахе подвожу. Да, привлекаешь на себя, а потом говоришь, ну я сама, так сказать, нет, а вот у меня есть. Ну, Брайан, ты мне раскрыл. Здесь агентство недвижимости, чтобы продавать недвижку, покупают Роллс-Ройсы. А девочки, такие как я, покупают Майбахи, чтобы возить девочек бизнесменам. Ладно, это все шутка, это все неправда. Паша в этом выпуске, я надеюсь, меня наконец-то раскроет. Вырежем, вырежем все и оставим только про эскорт. И вся правда о Майер, да? Ладно, ну давай, цифры, цифры нужны. Майбах, сколько? Че по чем? 1,4 миллиона дирхам. Это сколько? Ну, на рубле 30. 30 миллионов рублей, да? Нормально, че? Да, че нормально? Я первый раз себе новую машину купила, всю жизнь на бэушных ездила. А, экономила. Ну вот экономила, экономила. Да, Бентли в прошлый раз это была бэушка. Я вообще этого не стесняюсь, это нормальная история. Я все инвестировала в развитие компании. И только сейчас, наконец-таки, Атлант расправил не только плечи, еще и крылья. А Бентли продала, да? Нет. То есть тебе и Бентли? Она у меня застряла, ее никто не берет, потому что это просто не очень тачка. Вообще не могу продать, кому надо, блин, пишите, она нормальная. Ну что, некоторые в комментариях в прошлый раз писали про тебя разные вещи. Накачала губы, наверное, ей спонсор. Не может быть, что все сама. Какой у нее бизнес? Посмотрите на нее, все очевидно, понятно. Людям все всегда очевидно. Очень сложно поверить в какие-то моменты, что есть unusual ситуации, абсолютно необычные, когда вот есть стереотипы, и они такие на мелкие кусочки разбиваются, рассыпаются. И людям порой сложно поверить в это, но это действительно так. Давай я хочу сегодня восстановить историю. Ты сказала то, что я тоже не знал. Что в 17 лет у тебя, к сожалению, и мама, и папа оба умерли. Это там по здоровью, что ли, что-то случилось? Мама заболела раком крови. Она проболела где-то полтора-два года. Мне было тогда 15, когда я узнала о диагнозе. И когда она умерла, ровно через два месяца, ну, у папы сердечный приступ случился день в день через два месяца. И все сказали, что она его с собой забрала. Ну, то есть как-то в один момент была такая очень полноценная, хорошая семья. И бац, вот так вот. Как будто свет мне выключили тогда. И я вообще, у меня 17 лет, и я абсолютно ничего не поняла, почему это со мной, я до конца не верила. Мне казалось, рак? Ну, рак, а что такое рак? Ну, то есть я не понимала той глубины вот этого всего, что происходило. Я не осознавала. Я даже помню, когда мне там сказали, я пошла на дискотеку в какой-то ДК Горбунова в тот день, потому что я действительно просто не осознала. Я до самого последнего момента не верила, что мама умирает. То есть я просто не верила. У меня мозг отказывался верить. А потом, когда это произошло, для меня, я говорю, выключился свет, и это была новая реальность. Можешь показать, как здесь люди живут? Покажи, что можешь, хорошо? Все равно, как бы они ни жили. У меня с этим проблем нет. У меня много знакомых из Бангладеша, из Пакистана. Я, в общем, представляю себе, как люди живут. Я покажу свою комнату. Хорошо. Обувь снимать? Не надо. Но когда войдем внутрь, разуемся. Так у вас есть кондиционер? Да. Здесь живут 10 человек. В одной комнате. А здесь кто-то спит? Да, сосед по комнате спит. Потому что работает в ночную смену? Да. Человек работает ночью. Сейчас люди спят, поэтому мы сильно не шумим. Я скажу, очень по-домашнему, в действительности, очень комфортно. А где вы едите? Здесь. По очереди по 2-3 человека. Три человека поели, садятся за 100, следующие три. А холодильник здесь? Да, это наш холодильник. А готовите где? На кухне. Очень неплохо. Пойдем дальше. Я скажу, что это нормальная, обыкновенная студенческая общага. Ничем не отличается. Даже условия получше, потому что здесь есть air-condition. Я тебе расскажу историю про эту виллу. Когда я пришла в этот поселок, я тебе дам кадры. Там вот так вокруг у меня был просто песок вот такого серого цвета. Не было ни травы, ни растений. Я все высаживала. Травы нет, да, своей? Трава теперь уже есть своя. Если что, обращайтесь. Все, очень много своей травы. Даже помидоры у меня няня выращивает вон там. Могу показать. Я подумала, что для меня эта трава – это в принципе что-то зеленое. А сейчас кто-нибудь из любителей, так сказать, не той травы, будет потом шутить. Ладно, пойдем уже вовнутрь. Мы так и вроде пошутили. А, ты про это шутила? Да, Паш. Смотри, мы можем пройти вот так, и я покажу свои зеленые шедевры. О, огромную домину. А сколько тут метров? Ну, мне кажется, 700, но он большой. Охренеть. И вы знаете, я на самом деле еще много искала. Очень много колхозного жилья, очень некрасивой отделки. И меня зацепила близость к Бурж-Халифу 10 минут. Дешевизна. Очень хороший район. Подальше от русских районов. 14 миллионов по дешевочке. Аренда, это только аренда. Ну, в год, правда. В год? Да, я понимаю. Ну, сейчас выросло, Паш. И причем это же все без мебели сдается. Здесь было просто, я это все сажала. Садовники проводили воду. Здесь же все полностью делается полив, удобрение. Потому что тут там песок, там нет чернозема. Как ты живешь вообще? Как ты справляешься с этим? Я вообще удивляюсь. Паша. Вот это декинг, вот это бассейн мы делали. Это тоже ты все делала? Да. И прикинь, у меня все соседи говорят, ты крэйзи? Это же арендованная тема. Зачем ты вкладываешь чужого чувака? А я говорю, слушайте, даже если я там год проживу здесь, мне очень важно, мое мироощущение, я не могу выглядеть в окно, и тут песок такой. И ни одного зеленого крючка нет. Согласен. Я тебе просто фотки покажу, картина, у тебя сразу она подчинется. Депрессия даже в Дубае. Ну, конечно, я понимаю, депрессия, дом 700 метров. Поэтому бассейн... У меня уже депрессия. А ты реально плаваешь? Я вот что-то мы два месяца. Знаешь, на самом деле этим наедаешься. Первый год мы прям заплывы каждый день. И брасом, и кролем. И вот так вот назад. А сейчас вот просто детей уже не загонишь никакими ссаными тряпками даже. Ужасно. Продолжайте про вашу просто страдальщинскую жизнь. Тебе 17 лет. У тебя умирают родители. И ты, как говоришь, вообще все в тумане, все в темноте. Да? Паника. А сейчас мы с тобой в Эмиратах. Ты в шикарном доме. Машины. Четверо детей. Огромный бизнес. Куча денег. И у тебя подружки называется, да, проект? Да, сеть клиник лазерной эпиляции косметологии подружки. Вы самые большие же в России, правильно? Да. Какую цифру ты можешь назвать про свой бизнес? Ну, что вот люди могли так сказать? 118 филиалов. Знаете, я давно уже из операционного управления вышла. Я два года жила в Дубае. Вообще не заглядываю ни в какие цифры. У меня просто... Тебе просто перешляют деньги. А мне просто приходят деньги за молчание. За то, чтобы не приезжай. Приходит цифра. Вот сегодня получила смс-ку, сколько ты хочешь денег там на ближайшие 2-3 месяца. И вот таким образом я пишу, и все. После этой фразы точно все будут говорить, ну это папик какой-то тебе говорит. Нет, это моя компания. Нет, понимаешь, у тебя своя задача на интервью, у меня своя задача, поэтому... И при этом мы остаемся интересными. Окей, хорошо. А ты единственный владелец своей компании? Да. То есть больше никому не принадлежит? Нет. Какой-то чиновник, который крышует? А что надо крышевать? У нас все по закону. То есть это вся компания твоя? Там работают люди, которых ты сама наняла? Ты сама ее создала или кто-то тебе подарил ее? Во-первых, у нас компания медицинская. У нас ставка, вот в плане крышу, по какому поводу можно крышевать? Первое, это нелегальное осуществление деятельности предпринимательской. Второе, это уход от налогов. Да, такая злободневная тема. Первый вопрос. У нас лицензии, это медицинские, это учреждения. Мы получали лицензии во всех регионах. Это был очень долгий, кропотливый путь. Нашей сети уже 10 лет. Это мы не вчера открылись, вот так вот, бам, и везде. Второй пункт, это налогообложение. Значит, у нас медицинский бизнес, и по закону у нас налоговая ставка 1%. То есть такое субсидирование медицинского бизнеса. Да, если у тебя медицинский бизнес, то получается, у тебя льготная налоговая ставка. То это, конечно, тяжело. Получить лицензию, это врачи, это отчетности, это журналы вот этих всех смывов со всех стен, постоянные лабораторные какие-то проверки, ведение всяких отчетностей. Но зато есть свои плюсы, как и в любом бизнесе, плюсы и минусы. Друзья, если у вас есть сбережения, и вы хотите их приумножить, если вы думаете, что вложения в банки, недвижимость или криптовалюты не кажутся подходящим решением, то, возможно, вам стоит обратить внимание на краудлендинговую платформу JetLand. Это место, где бизнесы ищут частных инвесторов, минуя банки. Представьте себе ситуацию, что достаточно успешной IT-компании нужны средства для расширения. Компания оставляет заявку с суммой, которая ей необходима, и процентами за использование денег. Платформа проводит отбор и выкладывает заявку. Как это работает? Объясняю на наглядном примере. Допустим, вы решили вложить 1 миллион рублей на 10 лет, и ежемесячное пополнение 30 тысяч рублей. Согласно расчетам компании, вы получаете от 12 до 21 миллионов рублей. JetLand отмечает доходность 19% за прошлый год при примерно 1% банкротств за все время. Кроме того, вы можете настроить автоинвестиции от 2000 рублей, чтобы сформировать сбалансированный портфель. Краудлендинговая платформа ведет свою деятельность с 2018 года и регулируется Центральным банком России, а также является участником Сколково. Переходите по ссылке в описании и получайте плюс 5% доходности на первую сумму пополнения на 3 месяца. Акция действует 7 дней с момента выхода этого ролика. Итак, мы на крыше. Да, крыша здания. Здесь у вас еще и птицы живут? Да. Твои? Нет, моего друга. А почему так много? Очень любят. Это очень хорошие птицы. Это как пакистанский фильм «Любовь и голуби», только на пакистанский манер. Очень классное место. Ну, в действительности, ребята, вот люди очень доброжелательные, приветливые. Да, не все. Да, не все. Это зависит от того, в какой семье человек вырос, да, где он, как он общается, какое у него образование. Но абсолютно здесь безопасно, все классно. Мы сейчас спросим у Руделя, о чем он мечтает, вот о чем мечтает. Кстати, сколько тебе лет, брат? 27. А мне почти 35. Рудель, а о чем ты мечтаешь? Какая у тебя мечта? Можешь поделиться? Я поработаю еще года три, хочу поехать в Европу. В Европу? А в какую страну в Европе? В Испанию. А почему в Испанию? Я знаю, что в Европе очень хорошая жизнь. В Европе чудесно. Там тебе дают гражданство, у тебя хорошая работа. Там вообще все хорошо, я это знаю. А представь себе, что правительство здесь даст тебе гражданство. Через пять лет или через десять. Если бы так было, ты бы хотел остаться в этой стране? Хотел бы. Но я знаю, что здесь гражданство не дают. Не дают. Я не знаю, почему здесь такие порядки. Но ты сам видишь, как быстро в Дубае все меняется. Может быть, лет через пять, десять здесь все будет по-другому, и ты вернешься. Кто знает? Может быть. Я скажу, что не каждый человек живет в таком месте, где ты можешь на крыше своего дома смотреть, как взлетают красиво самолеты. А мы продолжим спрашивать и разговаривать с супер-классным парнем Руделем. Рудель, скажи, пожалуйста, ты женат? Нет. А девушка у тебя есть? Нет, нет. Но планируешь завести? Конечно. А какую девушку ты ищешь? Из Бангладеш? Да. Или из Дубая? В Дубае девушку не найдешь. Я это знаю. Трудно. Да, очень трудно. Рудель, а как... Например, кто здесь прибирает? Все по очереди? Нет, только один человек. Один парень убирает все? Да, да. То есть уборкой вы не занимаетесь? Это не ваша работа? Вы должны только платить за проживание? Отлично. А здесь можно снять комнату, чтобы в ней жило не 10 человек, а на одного-двух человек? Может быть, на троих? Да, можно. Но сейчас работы у всех мало. А если зарабатываешь мало, приходится жить по 8-10 человек в одной комнате. 8-10 человек в одной комнате. Вот, была здесь просто эта кухня. Не было ни стульев, ни столов, ни ковров, ни штор. Люстры покупала. Были вот такие вот страшненькие светильники, очень некрасивые. На весь дом... Вот смотри, вот это, например, окно, оно 9 метров высотой. И когда мы шили вот эти шторы, пакистанцы ребята такие... Какие шторы? Ну пошили, смотри, как красиво. 9 метров окно, нормально. Здесь есть, кстати, лифт. А, и лифт в доме, да? Да, но скромненько. Слушай, просто, чтобы я понимал, а какие вот мучения с лифтом бывают? Слушай, я не застревала, слава богу. Еще не застревала. Но лифт нормальный. Мучения были, он один раз встал, не работал. Ремонт 500 дирхам. Вот и все мучения. 500 дирхам это примерно... 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Окей. Вот ты сейчас находишься в этой точке. Я хочу проследить вот этот маршрут, как и с девушкой, которая, к сожалению, осталась одна. И, ну, это же огромная травма, да, очень серьезный удар по личности, по эмоциональному состоянию. Потом перейти к состоянию, где ты находишься сейчас. Можешь так вот основные этапы рассказать, там, от 17 лет до сегодняшнего дня, как это вообще произошло? Кажется, что невозможна абсолютная какая-то сказка. Ну, расскажу я. Все у меня достаточно, я откровенный человек. Нет того, чего я у себя там в кармане оставлю. Я готова делиться опытом и абсолютно откровенно рассказываю, да. То есть, когда мне было 17 лет, я была раздавлена, уничтожена. Я задавала себе кучу вопросов вообще Богу, Вселенной, людям, почему это произошло именно со мной. Почему у моих одноклассников все хорошо, у них родители не приходят домой, ну, то есть, у них там тарелка супа, поглаженная одежда. А у меня просто, вот просто мир, ну, рухнул для меня. Потому что я была очень таким, ну, знаешь, есть бывают девочки, которые там 15 лет начинают гулять, уже такие с мальчиками. Я вообще не из-за этой оперы, я такая была домашняя, с родителями, очень при маме. Поэтому мне было просто гипертяжело. И тогда, когда это произошло, это было очень давно, это сейчас везде говорят там про каких-то там психотерапевтов, коучей. Раньше вообще этого не было мейнстримом. И, например, там тренинги личностного роста, какое-то развитие. Вот сейчас дурной тон не заниматься развитием своей личности, а тогда это вообще мир даже в эту сторону не смотрел. И я начала задавать эти вопросы, и я не могла понять, где мне взять эти ответы. Я начала скупать кучу книжек, и из книжек получать вообще кучу информации, как устроена вселенная. Законы мироздания, законы равновесия, как нужно жить, там, не обижать других, не делать больно, не кидать, не воровать, не брать чужое, всегда отдавать. Если ты хочешь что-то получить, тебе надо отдать. То есть надо шерить, надо, вот твоя книга «Люди 1-2», ну, то есть мне абсолютно прозрачно понятно. И причем, когда ты только начинаешь это изучать, это у тебя где-то здесь. Потом ты продолжаешь это изучать, если ты заинтересовался этим, оно начинает проходить дальше, и монетка очень медленно проваливается. И это работает у всех так. И если там, как бы, некоторые думают, что пройдя один тренинг, прочитав одну книгу, можно жизнь изменить, не факт. Либо ты зацепляешься за эту информацию, и дальше начинаешь ее изучать. В целом, я могу сказать, наверное, ну, если ты задашь мне вопрос, в чем мой успех? Мой успех в том, что я всегда смотрела на мир не просто как вот, вот мир такой, как ты его видишь. Нет, это намного сложнее и больше. Есть тонкий план, есть материальный, ну, тонкий мир, да, и материальный мир. Я не знаю, вот как я понятно объясняю. Говори, как у тебя это? Ну, вот как я это понимаю, да, есть тонкий мир и есть материальный мир. И нужно четко понимать, большинство людей видят, ну, материальный мир, и все остальное они не воспринимают. Это как будто вот, и кажется, вот человек, это просто мы, вот мясо, кровь, там, плоть, но мы нечто большее, да. Окей, можешь показать вашу кухню? Ребята, пойдемте, сейчас посмотрим. Сравните со своим ремонтом на кухне. Проходите. Я готовлю пакистанскую еду. Пакистанская еда самая вкусная. Ребята, привет, как дела? Кто на этой вилле лучший повар? Все хорошо готовят. А этот парень лучше всех, я на сто процентов уверен. Видите, очень вкусно пахнет. А это что, картошка с овощами? Да, картошка, зелень, помидоры. Это острое? Да, острое. Не знаю почему, но когда я бываю в индийском или пакистанском ресторане, я всегда заказываю блюда без перца, а мне всегда приносят с перцем. У нас очень тяжелая работа, и нам надо быть очень сильными. А почему вы едите все такое острое? Не знаю, просто такую еду все любят. В Индии, в Пакистане, в Бангладеш. Во все много перца кладут. От вашей еды у меня даже дыхание перехватывает. После того, как я поем, мне надо выпить литр молока или йогурта, или еще чего-то молочного. Я попробую. Воды, ребята! Окей. Извините, ребята, спасибо огромное. Обычно сколько человек могут здесь готовить? Очень много. Одна комната, другая, третья, четвертая, пятая, шестая. Готовит один на всех? Да. По очереди. Что у вас обычно бывает на завтрак? Мы в России любим есть на завтрак творог, яичницу, может, фрукты, что-то легкое. А вы что едите? Парата? Паратха. Это хлеб. И это? И это у вас легкий завтрак? И карак чай. Да. Сколько карак чая вы выпиваете за день? Четыре, пять, четыре, пять. Не пейте так много. Окей. Ой-ой-ой. Красота, вкуснота. Это что такое? Это японское мясо вагю называется. Вагю? Да, такое неблагозвучное название. Есть немножко, да. Что такое вагю? Пару слов. Вагю – это говядина, специальным образом выращенная в Японии. Это корова, которую кормили зерном. Что такое кормить корову зерном? Это очень дорого. А зерно – это золото фермеров. Не травой ее кормят, а зерном. Почему зерном? Оно более питательное, и оно получается более жирное. Но для того, чтобы в вагю были вот эти вот прослойчики сквозь все мясо, жировые вот эти, это самая большая ценность, она придает мясу такую нежность, оно тает во рту, просто вот так растворяется. И что для этого надо? Значит, они на зерне, они слушают классическую музыку коровы. Корова слушала? Вот эта корова слушала классическую музыку? И им делают еще вот такой массаж для того, чтобы все прослойчики жировые равномерно распределились, не были кусками жира, а вот они прям все мясо вот так. Я готов. Сколько это стоит блюдо? Вообще вагю стоит в ресторане порядка 15 тысяч рублей за небольшие кусочки. Что? Нормально, вкусно. Как говорит мой друг из Ебоксара, мясо. Короче, вкусно это, вкусно. Все, а решетка, задумка есть, нет? Ну что, вы поняли? Вы думаете, что это я вот придумал, снимать? Это вот команда у меня придумала. А меня задачили. Да, а мы вот так что... Напишите, что вам это не нравится, чтобы меня команда заставляла такое делать. Ну, или наоборот, потому что вкусно. Ну что, очередной фильм. Движемся вперед, снимаем дальше. И как вы знаете, нам всегда помогают, чтобы это произошло. И Ошер, например, сделал так, чтобы у нашей съемочной группы был кров, крыша над головой и поддержал нас. Сделал так, чтобы ребята были где спать. Да? Спасибо тебе за это. Расскажи кратко, что ты делаешь, чем ты занимаешься, что может быть интересно людям купить у тебя? Моя компания – Центр гражданства бизнеса. Мы сейчас открываем бизнес-центр в Эмиратах. Вау. У тебя свой бизнес-центр прям? Да, мы делаем бизнес-центр, делаем полный комплекс услуг, включая открытие компаний в Эмиратах, сервис для бизнеса от АДА. То есть, если я, например, захочу арендовать офис, когда ты его построишь, да, бизнес-центр, или открыть здесь компанию, то это можно к тебе обратиться? Да, сто процентов. Кайф. Друзья, ссылочка в описании, когда, знаете, люди делают такое добро, помогают нам сделать контент, это очень ценно. И обязательно зайдите по ссылочке, изучите, чем занимается Ошер. Если вам здесь нужно будет открыть компанию, то вот как раз тот самый человек, который поможет сделать. Ссылочка в описании. Я это поняла еще очень давно, когда начала немножко получать информацию из источников, из литературы, из эзотерической литературы. Я начала посещать первые тренинги личностного роста. То есть я поняла одну вещь, то нас всем дали жизнь, а инструкцию, как жить, нам не дали. И наши родители учили нас так, как они могли. Не потому, что они там плохие, не то дали, потому что все по факту мы травмированы. Но мы травмированы не потому, что они плохие, а потому что им дали ровно столько, и они постарались нам дать максимум. Их нельзя за это винить, нельзя какие-то обиды. То есть родитель дал вам максимум из того, что вам было доступно. Поэтому я начала брать эту информацию из литературы, понимать, что часто я встречала в жизни перекосы. И, наверное, основное, что я для себя вынесла, что во всем должна быть золотая середина. Если ты знаешь вот это учение, что есть тонкий мир, есть материальный мир. И если ты начинаешь перекос либо в духовность сильно, улетаешь просто в космос, отрываешься просто от земли, у тебя материальное начинает проваливаться. То есть ты начинаешь медитировать, левитировать, аскетом становишься. Но если это твоя миссия, твой путь, ну окей, вперед. Либо люди уходят в материальное, и тогда они добиваются больших результатов. Но ценой здоровья, ценой семьи, там, я не знаю, в тюрьму их потом сажают, какие-то проблемы у них возникают с обществом, с миром, с Богом, с самим собой. То есть это куча конфликтов. И вот этот классный баланс, который, наверное, я могу сказать, он у меня есть. Я, наверное, это ужасно звучит, но я благодарна этой ситуации, которая у меня произошла, потому что это мой путь, и он такой, я благодарна за этот путь. Я не говорю, что это классно, или я не оцениваю, просто это мой путь, и он мне дал то, что я сейчас имею. Я чувствую себя абсолютно гармоничной, счастливой, я в балансе, и это самое главное. А сколько людей, которые имеют и то, и это, и вот это ещё, но при этом они разбитые, без сил, без энергии. То есть я научилась слушать себя, свои эмоции, что я хочу. И разные были периоды в жизни, не всегда, конечно, такие, но по происшествии какого-то времени вот это всё, что я изучала, мне дало очень много профита в моей жизни по всем сферам, я могу сказать. По сфере здоровья, по сфере мышления, личного счастья, по сфере успеха в бизнесе, у меня куча детей, я просто обожаю эту историю, для меня это самое важное, что я могла реализоваться как мать. Опять же, это только, я говорю, про себя. Если бы я реализовалась в карьере, но не реализовалась как мать, ну, мне было бы, наверное, сложно. Это пришлось бы прорабатывать. Я бы это проработала, я бы это приняла, но я счастлива, что мне не пришлось это делать, и что всё сложилось классно, как я загадываю. Ребята, как вы покупаете продукты? Один парень идёт и закупается на всех. Или вы все вместе идёте в магазин? Мы вместе ходим. По три-четыре человека. Покупаем овощи, всё, что нужно. Вы делитесь продуктами, кто живёт в одной комнате? Да. Вы как семья. Да. Как здорово, как здорово. А теперь вопрос, который для меня очень важен. Как вы занимаетесь спортом? Для мужчин очень важно заниматься спортом, ходить в тренажёрный зал. Я знаю, что пакистанцы любят играть в крикет, да? Валейбол. Да. Вы где угодно можете в крикет играть, хоть на дороге. Вам и поле не нужно. Буквально везде. Но чтобы играть в футбол, нужно поле. Конечно. Я видел, у вас там есть спортплощадка. А если вы хотите пойти в тренажёрный зал? Идём в свою тренажёрку. Так у вас здесь есть зал? Да. И сколько стоит? 120. В месяц? Да, за месяц. 30 долларов. 30 долларов нужно заплатить за джим. И можно ходить каждый день? Да. Понятно. А как зовут твоего друга? Рамзан. Рамзан, ты такой здоровый, ты качаешься? Ты такой сильный? Нет, только в крикет играю. В крикет? Ты очень здоровый для крикета, очень сильный. Рамзан, у тебя есть жена? Да, я женат. Твоя семья в Бангладеш? Нет, в Пакистане. И дети есть? Есть. Сколько у тебя детей? Трое. Трое. А сколько тебе лет? Какой у тебя? Умар? 30. 30. Три десятка лет и трое детей. Молодец. У меня в 35 только один ребёнок. Окей, ребята, большое спасибо. Брат, можно тебя спросить? Мы этот вопрос всем задаём. О чём ты мечтаешь? Какая у тебя мечта? У тебя есть мечта? Нет мечты? Ладно, не проблема. Брат, а тебе можно задать вопрос? Про твою мечту. Какая у тебя мечта? Ты о чём-нибудь мечтаешь? О своём доме. Хом. Где? В Пакистане. В Пакистане. Ты хочешь построить дом? Да. У тебя уже есть семья? Да. А сколько тебе лет? 24. А какой у тебя план, брат? Как долго ты планируешь оставаться в Дубае? Ты хочешь вернуться в Пакистан? В Дубае. Ты мечтаешь вернуться в Пакистан? Один год. А, ты здесь всего год. Он у вас новенький, совсем недавно приехал. И ты планируешь вернуться в Пакистан? Через 5-10 лет? Через 3-5 лет. Но в основном ты хочешь провести жизнь в Пакистане со своей семьёй. Да, это хорошо. Брат, тот же вопрос тебе. Хочу дом. Тоже хочешь построить дом. Блин, так кому вообще люди мечтают в действительности? Так у меня сейчас такие же мечты. А о чём ещё можно мечтать? Построить дом и жить со своей семьёй? Мечты очень простые. Здесь у нас 6 комнат, 6 бедрум считается. Вот это мэйдрум. У нас тут сороконожки. Мэйдрум – это персонал обычно сажают. Там у неё туалет, но у меня там живёт черепаха. У нас в мэйдрум живёт черепаха. Её зовут Лейла зовут. О-о-о-о. От Максёра работы. Классный стол. У меня первые три месяца жуткий токсикоз. Я ходила за стенку, держалась. Вот этот стол – заверните. Вот этот диван – заверните. Это был квест просто, Паша. Это был квест реально. Надо выдержать. Кошмар какой-то. Вот, значит, у нас вот тут так. А зачем вот рога вот это? Ты знаешь, я просто пришла над мужем пошутить. И вот это вот, говорю, тебе нравится? Он не понял шутку и пришлось это оставить. Ну, серьёзно, это была шутка. Ты специально купила голову, кто это, буйвола или кто это, с рогами, чтобы мужа троллить? Да. Нет, но это была просто шутка. Тогда это была шутка. Тогда, тогда. Я, честно говоря, не помню, что кто-то был в моей жизни, девушка, у кого четверо детей, достаточно крупный бизнес, и всё это сделано своим трудом. Ну, вот в это очень тяжело поверить. Ну, где действительно мало кто верит. Ну, это правда. Меня всерьёз не воспринимают, особенно на какие-то бизнес-мероприятия. Приезжаю, думаю, ну, чья-то тёлочка. Я когда на мастер-майн пришла, тоже обратная связь была. Ну, чья-то там жена, ну, то есть не воспринимает меня как бизнесмена. И когда я начинаю рассказывать про вот то, как, что, команды эти… Как я строила команды, как я эту ОР-схему делала, как я масштабировалась, как я готовила к масштабированию, как я писала три СРМ-системы, как я там в один день уволила 40% всего штата. Ну, то есть это прям был путь. Я проживала его от и до. То есть этот бизнес как был? Я не села такая в офисе и начала всем управлять. То есть я проживала бизнес просто вот весь. Я врослась в него вот так вот руками, ногами. То есть я была оператором. Я принимала звонки клиентов. Я сама делала эпиляцию. Я сама закупала оборудование. Я сама развозила гелия. Я была курьером. То есть я была бухгалтером. Я была маркетологом, таргетологом. Я писала сайты. Я настраивала рекламу. Я делала креативы. Я, блин, делала всё. Что происходит сейчас? Остановите кто-нибудь эту женщину. Ну, то есть я, когда это всё начиналось в 2012 году, но не было такого количества всего, что есть сейчас. Сейчас вообще, блин, ребят, вы можете зайти в нейросеть, сделать себе сайт за две минуты. И сделай мне сайт по косметологии. Вам за две минуты нейросеть собирает идеальный сайт. Опираясь на бигдату, которая собрана со всего интернета. Запросы. Вам могут на нейросети писать посты, сценарии рилсов. Я не знаю. Ну, всё. Всё, что у души. Такого раньше не было. И, конечно, нам таким бизнесменам того времени... Ну, мы это прям проживали полностью. От и до весь бизнес. То есть, ну, наверное, я ещё ремонты делала. Я строю материалы, выбирала, привозила. У меня ещё такой живот был. Я везу вот эти палки. Вот эти вот. Я экономила на всём. Я одевалась все эти годы на садоводе. Я не считаю в этом ничего вообще плохого, предусудительного. Но это было, и я этого не стесняюсь. Я не стесняюсь говорить, что я ездила на бушных тачках. Я не знаю. Ну, разве что в секонд-хенде не одевалась. Я немножко брезгливая. Ну, на бушных тачках я ездила. В бушных домах жила. Вот тут же кто-то жил. Бушный дом не узалёт. Вот. Я жила очень скромно. Я считала, что бриллианты – это обман, самый великий обман человечества. Потому что, ну, вот развод, как образовались бриллианты, достаточно историю почитать. Просто у человека был роз и палмаз. Алмазы раньше использовали как инструмент. Это самый твёрдый материал. И в строительных работах, всех отделочных использовали. И оставались крошки. И человек просто сделал дефицит. И потом начал вводить чуть-чуть на рынок. И потом началось, и вот там целая история есть. Я прочитала, думаю, блин, мне так это всё не надо. И на самом деле я тогда чувствовала себя отлично. Я не чувствовала себя ущербной, что у меня нет сумок вот этих. Я считала, что покупать бренды – это абсолютно вообще ни к чему. Я подумала, блин, чем я куплю сумку, там, за 200, за 300, за 500, да я лучше пойду, вложу, там, ремонт сделаю, полы поменяю в какой-нибудь клинике. То есть, ну, вот у меня был тогда такой вайп, и я не страдала. Я чувствовала себя классно. Я у меня была, мне прям энергия пёрла, что я всегда мечтала о своём бизнесе. И как бы Бог мне его дал. Я всегда была очень благодарна. И когда ты живёшь, как бы сказать, когда ты живёшь по законам Вселенной в балансе, ты не делаешь никаких избыточных потенциалов в разные стороны. Тогда у тебя всё как-то нормально приходит. Рудель, брат, встань, пожалуйста, сюда. Можешь сказать, что в твоей жизни самое трудное? Может быть, с чем ты борешься, или из-за чего чувствуешь себя несчастным. Понимаешь, что самое трудное? Трудности связаны с работой. А если у тебя хорошая работа, ты получаешь зарплату, то у тебя отличная жизнь. А если у тебя физический труд, бывает, тебе не платят по несколько месяцев. Вот это тяжело. Но чтобы работать в офисе, надо знать английский. Ты должен быть как минимум на уровне бакалавра. Я немного понимаю по-арабски. Вот как? Немного? Да, немного. А, ну, десяток слов и я знаю. Брат, скажи, а в твоей стране трудно получить образование? Ну, как трудно? Если ты богат, а, то можешь учиться. Да, если богат, получаешь образование. А у кого-то денег мало. Если ты бедный, то учиться тяжело. А школьное образование в твоей стране бесплатное? Нет, надо платить. Только средняя школа бесплатная. А старшая и колледж дорого стоят. Это до какого возраста? С 7 до 15 лет бесплатно, да? Нет. Бесплатно с 5 до 10. А потом уже образование платное? Да. А сколько стоит образование в Бангладеш? Бангладешских денег тысяча. А в долларах это сколько? Доллар, сейчас посчитаю, примерно... 10 долларов. 10 долларов в месяц. Это в месяц за ребенка, за школу? Да. А сколько стоит учеба в университете? За университет 3 доллара. 3 доллара? Ой, извини, 30 долларов. А, 30. 30 долларов каждый месяц. Значит, в год получается долларов 300, правильно? Да. А чтобы получить степень бакалавра, надо учиться 5 лет? Да, 5 лет. Брат, а сколько лет ты уже здесь живешь? И трудно ли жить без... Я знаю, что ты не женат. Вот у твоего друга есть жена. Ты же жена, да? Да. Как часто ты ездишь в Пакистан? Раз в 3-4 года. Каждые 3-4 года? Да. То есть ты здесь живешь 3 года, а потом едешь домой. И сколько ты проводишь дома? Иногда через 5 месяцев. То есть нерегулярно? Да. А тяжело тебе здесь жить без семьи? Тяжело. Да, это всем трудно. Для меня, для вас, для всех. Поэтому люди, когда едут домой, счастливы. Конечно. Один раз приехал, родился ребенок. Следующий раз еще один, потом еще. Да, здорово. Поскольку мы переезжаем из одной точки в другую, нам всегда нужна машина. И в этот раз нам GetTransfer выделил целый автобус, на котором мы гоняем везде, Дубай, Абу-Даби, чтобы успеть и вовремя сделать вам контент. Спасибо, GetTransfer, что вы нас поддерживаете. Ссылочка в описании. Вот школьники у нас вернулись. Дети? Можно дети твихо снимать? Да. Здравствуйте. Привет. Студенты Рэптон Скул. На первый, второй рассчитайся. Это твои? Конечно. А то как будто не узнают. Здравствуйте. Детей тоже только я вижу. Нет, дети есть. Дети есть. Здравствуйте. Так, пока. Привет. Мы не стеснялись. Иди сюда, Мир. Ричарда, сына любимого, выгнали из дома из-за того, что он будет мешать звуку. Вот так. Вот так вот это негуманно все. Подожди. У нас это студенты... Ты же троих видел. У тебя сколько детей? Четверо. Так это был Паш четвертый. Паш, спроси, пожалуйста, почему у меня ребенок покрашен в темный цвет? Почему? Значит, я мать года. Да? Да. Рассказывай. Я мать года покрасила в модный розовый цвет, как русалочка Ариэль. Так. У нас школа очень такая британская, строгая. И мы когда вот так вот, здесь женщина с розовыми волосами, они такие, вы что смеетесь? Смывайте. На первый день. Вот она. На первый день. А, вот она. Слушайте, все реально. Она довольно жирна. Мама на первый день мне учитель прислал мои волосы к директору. Да. Ее вызвали директору, она сказала, покажите эту мать года, это вообще как? У нас не какая-то тут обычная школа, у нас элитная британская школа, и вы либо уходите, либо за... Представляете, мне пришлось ребенка опять покрасить в черный. Офигеть. И теперь вот она так отрастает. Короче, чтобы ты понимала, на некоторые люди, бываю, в комментариях пишут, что вот человеку мы снимаем, вот он же богатый, успешный, да? Нет, я не собою. Давайте начнем не с богатый, успешный, а сколько он работал для этого. Сейчас, сейчас, сейчас. И бывает такие... Потом с конца начинаем. Бывают такие люди, которые пишут и говорят, ну это все актеры. Что ты актер, и вот этот дом, он арендован на сутки на время съемок. Вот афория. И все это не по-настоящему, понимаешь? Поэтому, а то, смотри, дети пришли, то есть это тоже тогда актеры. Или ты настоящий? Ну а почему нет? Хорошо, давай сразу. Вот это все, это ты сама заработала. Ну это аренда же. Ну я понимаю, но все равно, извините, аренда не аренда, 14 миллионов аренды в год. Вся эта мебель, купить ее, это еще миллионов пять минимум, да, так я вижу здесь. Машин купить? Ну, за 30 миллионов. Поэтому на круг немаленькие деньги. Ну я очень мало вообще на себя вывожу, я больше у меня все в бизнесе, я капитализирую бизнес. Вот ты сама все заработала? Конечно. Или папа? Нет. Нет. Я... Он доктор. Он доктор? Два года не теннил получал. Ты путала моего папу с твоим папой, он спрашивает про моего папу. А-а-а, он укусит. Он кусается? Да. Мирочка, а что ты стесняешься? Ты же вообще у меня самая бойкая. Это младший студент Рэптон Скул. Держи, спасибо тебе большое. Да, Ляя. Так, все, наша программа, Павловна, превращается в по домам? Да. И в детскую передачу? Пойдемте, вот, кстати, детскую посмотрим. Пойдемте. Мама, нет, я не убралась. Минда убралась. Но сейчас у меня новые осознания, совсем другие. Ты поняла, что бриллианты – это классно? Нет, я поняла, что я все-таки девушка, и мне нужен более иньский бизнес. Какой? Иньский. Есть инь и янь. Мужской, женской, восточный. Ты недавно из Кореи приехал. Да. Вот, и поэтому вот это вот как бы есть… Более женский бизнес. Да, иньский. То есть у меня была такая очень выраженная яньскость, да, вот такой термин. То есть я прям достигала, ставила какие-то цели. Это разрушает здоровье женщины. И в какой-то момент, когда я начала это осознавать, у меня какой-то пошел плавный переход. То есть я начала носить платья, я начала делать там себе какие-то там укладки, там, не знаю, ногти красить. Потому что я не успевала. Я ходила вот в таких вот штанах спортивных. У меня еще юрист говорит, Ира, ты помнишь, как ты ходила в трениках на работу? Я говорю, блин, Кристина, ты могла бы мне это не напоминать. Это ужасно. Причем мне казалось, что вполне классно, у меня клевая тачка, это самое главное. И я могу вообще ходить в растянутых трениках, там, не знаю, с пучком волос на голове. И, в принципе, это нормально воспринималось. Но, по большому счету, у меня пошло потом такое ощущение, что я так больше не хочу. То есть я наигралась в эту игру, через 8 лет я устала, я 5 лет не отдыхала, то есть я никуда вообще не выезжала. То есть я была как наседка такая, курица над своим бизнесом. То есть я за всем следила. У меня было полностью горизонтальное управление, когда я одна, и я вот все мои подчиненные. То есть плюс я очень сильно экономила на кадрах, ввиду того, что я экономила на себе, на одежде. Ну, кстати, вот на чем я никогда не экономила, это на машинах. Ну, опять же, я покупала бушные, но хорошие. Я, например, новую тачку в салон не пошла бы не купить, потому что это не целесообразно, она очень быстро теряет, и я считала, что это какая-то сверхтрата никчемная. Это лайфхак интересный. Если руководитель на себе экономит, то и вам не будет доплачивать, да? Выбирайте себе руководителя, который любит жить на широкую новую. Нет, подожди, Паш. Нет, нет, нет. Я ни на ком не экономила, я подбирала определенных людей, которые не могли тогда скопировать мой бизнес. То есть я намеренно не брала сильных, это была моя стратегия. Я абсолютно в точку с этой стратегией попала. Ты считаешь, это правильно? Потому что когда я нашла Голубой океан, мне нужно было очень быстро подготовиться к масштабированию и очень быстро занять господствующую позицию. Если бы я нанимала каких-то топов тогда, но эти топы быстро бы сообразили, что мы так немножко в голубые воды выплыли, и что нужно это. А мне была как раз моя цель, то есть это все произошло не случайно. Там нет случайностей. Это все была моя стратегия, выверенная шагами и так далее. И я считаю, блин, это гениально нахрен. Я специально нанимала сотрудников недорогих, которые будут просто ассистенты. Даже не просто ассистенты, а помощники. Есть бизнес-ассистент, а есть помощник. Просто ты даешь задачу, он делает. Даешь задачу, он делает. Даешь задачу, он делает. Вот так вот. То есть не надо думать. Не надо... Сейчас у тебя тренинг-команда. Ты призываешь нанимать победителей. Это вот у Перформе есть такое определение. Это те, которые... Ты дал задачу, они все сделали. Столкнусь с какими-то проблемами. Все их решили, тебя не беспокоят. Прибежали, сказали, я все сделал, давай еще. Ну, правильно? Ну, мы сейчас про тебя говорим, если ты про меня скажешь. У меня чуть по-другому звучит. Но смысл тот же. У любого руководителя классный член команды, когда он самостоятельный, не дергает постоянно руководителя, который на себе везет определенные пул задач. И выполнять-то их классно. Ну, если мы об этом вдруг поговорим, мы просто уйдем в другую сторону. Хорошо. Ну, конечно, я думаю, кардинально иначе, если кратко все-таки озвучить, чтобы прокомментировать. Я в первую очередь считаю, что надо работать с людьми, которых ты любишь, они тебя любят. И вам по кайфу вместе делать то, что вы делаете. А никто ничего не везет, не вывозит, не нагружает, и не ожидает, и не требует. Из очень глубокого уважения к друг другу и работать с теми, с которыми тебе просто реально хорошо. Конечно, это серьезная планка. Это не всегда получается. Не во всем получается. Брат, это ваша зона отдыха? Вы здесь просто расслабляетесь. Да, да. Можно присесть? Конечно. Вы здесь что, футбол смотрите? Да, футбол, крикет. Брат, я знаю, что пакистанцы по большей части смотрят крикет. Ребята дали клюшку от крикета. Я немножко... У меня есть практика. Бро, можешь подать мне мяч, и я отобью. Только не изо всех сил бей, полегче. Скор, окей? Сейчас мы... Сейчас мы это... О, тихо, тихо, извините, извините. Птица, извините. А это для чего, брат? Надо поставить. When you throw, you should... Ага, короче. То есть я должен не дать тебе попасть мячом сюда? Да. Ага, ага, окей. Можешь подать, только полегче. А я отобью. Секундочку, ребята. Значит, в бейсболе нужно клюшкой бить вот так. А в крикете... А в крикете вот так, правильно? Снизу. Я должен здесь стоять? Еще раз. Так. One, two. Ух! Хе-хе-хе-хе. Да ты глянь. Видите, я в футбол играю, не в крикет. Еще раз, еще. Пацаны, я такого... Это все надо будет вырезать. Было круто. Удар младенца. Младенца? Что это значит? Очень плохой? Понятно. А можем мы все вместе встать рядом и прокричать? Да здравствует Пакистан. Раз, два, три. Дубай, Пакистан, Динава! Так. Мы что, в Абу-Даби? В моем любимом городе Эмиратов. В самой лучшей, самой дорогой локации. Это Садияд остров. Это новое, такое культурное место, где будут самые дорогие объекты уже построены. Кстати говоря, находятся прямо за нами. Это отели или это апартаменты? Это апартаменты. Это несколько комплексов. Они прямо вдоль променадов всего. Комплекс называется Мамша. Его построил крупнейший застройщик Альдар. Это мастер-девелопер. Он практически 60% Абу-Даби застроил. Здесь самые дорогие, опять же, пентхаусы в Абу-Даби. То есть это 5-6 спален от 1000 квадратных метров, 1200 квадратных метров. И это 25 миллионов дирхам. То есть это долларов 6-7-8 тысяч долларов. 6-7-8 миллионов долларов для того, чтобы жить в пентхаусе с белым пляжем. Это потрясающим видом на море. Это лазурное море. Это Соул-Бич. Это лучший пляж, мне кажется, не только вообще в Абу-Даби, но и в Эмиратах. Это как Мальдивы. Ну, выглядит все, конечно, как невероятно масштабная стройка. При этом, как я понял, вот эта вся часть, она как культурная такая. Абсолютно верно. Такие выставки, вот это все. Оно специально выделено территориям. Абсолютно верно. И здесь будут первые в мире брендированные резиденции, Лувр-резиденции. Сейчас уже все распродано. Ну, потому что, представляете, у вас вид будет прямо на Лувр. Отсюда даже видно шапочку Лувра. На Абу-Даби, весь ландскейп Абу-Даби и на воду. Это просто супертоповая локация. Космос. Короче, похоже, мы в самом начале зарождения какого-то принципиально нового масштаба города, да? Абсолютно верно. Если мы сравниваем Дубай и Абу-Даби, Дубай – это такой вот перенасыщенный уже объектами, девелоперами рынок, куда огромное количество людей инвестирует, где уже нет этой земли. Абу-Даби – это относительно новый рынок. И поэтому многие объекты, которые вы сейчас покупаете, если бы они были в Дубае, цена была бы в три-четыре раза дороже. Вы нас везете в какой-то очень интересный объект. Куда едем? Да, опять же, мы остаемся на Сайдиаде. Едем мы в один из самых дорогих комьюнити-комплексов Хит Сайдиад. И там смотрим супердорогую виллу, которая стоит около 20 миллионов долларов. Вау! Где мы? Что за район? Ну вот мы и приехали в самый дорогой комплекс Хит Сайдиад. Один из самых дорогих вообще в Эмиратах и в Абу-Даби. Здесь располагаются виллы и туухаусы, начиная от 5 миллионов долларов и до 20 миллионов и выше. Сейчас мы посмотрим как раз одну из таких вилл. Сколько она стоит еще раз? 20 миллионов долларов. Долларов. Опять я Дерхаму сказал. Долларов, да. 20 миллионов долларов, да. То есть если у меня, например, 2 миллиона долларов, то я даже ничего здесь позволить не могу себе? К сожалению, нет. То есть от 5-ти разговоры начинаются? От 5-ти здесь живут знаменитости, здесь живут политики, здесь живут суперсостоятельные люди со всего мира. То есть это и местные жители шейхи, это также и из других стран приезжают. Это Германия, Великобритания, Россия. То есть это такой международный комплекс. Это одна из самых дорогих здесь вилл будет, да? Это одна из самых дорогих вилл, и ее цена 75 миллионов. Дерхам. Кстати говоря, да, 75 миллионов дихамов, что эквивалентно 20 миллионов долларов. Ну все, идемте скорее уже. Уже хочется увидеть, что там внутри. 20 миллионов долларов. Ну, со стороны красиво. Красиво. Внутри будет еще лучше. Очень интересная вещь, которую ты сказала, да, что вот два мира. Ты воспринимаешь, что вот есть мир физический и мир, который вот внутри. Что мы чувствуем, о чем мы думаем. Что мы излучаем. Да, и знаешь, я поймался на очень интересную мысль. Вот, например, дома вы живете, ну человек живет, нас смотрит. У вас стоит стул или диван. Вы же допускаете идею, что диван можно переставить. Из этого угла в другой. Или вообще даже поменять этот диван. То есть в физическом мире мы воспринимаем, что он, ну можно его менять. А внутри иногда бывает такое у людей ощущение, что, ну, оно какое есть, таким и так и работает. Что ты не можешь сам взять и что-то там переставить. Взять и что-то там поменять. Потому что человек, который принял решение поменять диван, ну, на самом деле, он про что? Он взял ответственность за то, что должен быть нормальный, удобный диван, например. Как вот этот, да? Я видел, ты недавно поменял этот диван. А вот внутри же то же самое. Как ты сказал, там мы на кого-то обиделись. И вот на вот этот фактор внутренней обиды можно же тоже посмотреть, как на диван, как нечто самостоятельно существующее и принять решение сказать, я вот этот диван заказывал или другой. И принять решение скорректировать. И вот на вот этой связи с этим внутренним, да, взаимодействие с внешним. Ты об этом говоришь? Вот нет. И мне вот это очень откликнулось мысль. Ну, наверное, об этом просто ты по-своему объясняешь. Ну, для меня это немножко сложно, ну, для восприятия. Для меня вот что такое, ну, вот опять же, я говорила, нас всех нам подарили эту жизнь, но нам не выдали инструкцию, как жить. Так вот инструкция, как жить, это некие базовые настройки, которые должны быть у каждого для того, чтобы прожить счастливую, полноценную, здоровую, классную жизнь, как офигенный проект. Да, то есть если воспринимать свою жизнь как классный проект, и тогда у тебя должны быть обязательно базовые настройки. Что такое эти базовые настройки? Первое – это безопасность. То есть ты должен чувствовать себя безопасно. То есть не должна быть вот эта история, что вот сейчас ко мне придут, я дверь не закрыла, тут сумка у меня эта, машина у меня поцарапает сейчас. И вот это вот фоновым режимом, как в айфоне незакрытые вкладки сажают батарейку у тебя постоянно. И этих штук у людей огромное количество. То есть это всё надо прорабатывать, это одна из базовых настроек. Это твоя безопасность, это когда ты не доверяешь миру. Мир для тебя, и это очень легко достается в общении с человеком. Когда ты такой, блин, мир опасен, меня могут здесь, а вот я могу тут, вышла из дома, там непредсказуемо всё, снег башка упадёт, как в фильме. То есть и это есть, если призадуматься и покопаться, каждый найдёт себя, это одно. Второе – твоё отношение к деньгам. То есть нас всех учили, что деньги зарабатываются тяжело. Ну и мы все живём вот в этой реальности. Это как очки на нас одели вот так, и мы вот смотрим. А мир, он не такой, это просто очки. Их можно снять и посмотреть на других людей, а у других людей другая реальность. У них деньги достаются вот так. Вот когда мне было 18 лет, мне один очень такой богатый человек сказал, люди, вы не представляете, деньги валяются на земле, вы их просто не видите. Очень богатый человек. Представляете, насколько разные реальности? Я в своих травмах, в панических атаках, в нищете, то есть я была в полной нищете, в тотальной. То есть после того, как мои родители умерли, у меня сестра взяла, значит, нашла там 3 тысячи долларов, потому что мама болела, очень много уходило на её, как сказать, лечение. Да, и поэтому мы из-за среднего класса быстро скатились в такой низковатый. Значит, она нашла 3 тысячи долларов, это были просто последние деньги. Она поехала в Турцию, купила себе дубленку, золото. Когда я увидела, говорю, так у меня есть нечего. Она говорит, слушай, ты этого не заслужила. Но она достаточно жестким человеком тогда у меня была. Сейчас там всё хорошо, у нас хорошие отношения. Но вот такая она была, это тоже, наверное, часть моего пути жизненного. И тогда я, например, у меня не было вообще денег, я работала сначала, листовки раздавала в ГУМе, потом я работала курьером за 100 долларов в месяц, потом я работала официанткой тоже. Причём я поступила на бюджет в пищевой институт в МГУ ПП и на вечерний. А весь день я работала, ну потому что как бы вот, не было там денег и так далее. И когда человек говорит эту фразу, что вы, люди, просто не видите эти деньги, их просто до хрена. И тогда ты начинаешь понимать, что есть другая реальность. И то, что ты смотришь, не надо верить своим глазам. И когда ты веришь в то, что не надо верить своим глазам, у тебя немножко монетка ещё проваливается. Потом ты читаешь соответствующие книги, потом опять с кем-то общаешься. И очень важно, когда ты прорабатываешь вот эти убеждения установки денег, подтверждать вот у других. Просто смотреть, чтобы мозг учился. Смотри-ка, нет, не у всех деньги тяжело достаются. Это твои очки, ты в них ходишь. А вот у него, посмотри. И чем больше ты, когда начинаешь работать с убеждениями, смотреть, и ты начинаешь, вот у тебя от open mind случается. Это очень важно. Так. Так, это вот у нас детская комната. Ой, ой. Значит, это первая бедрум, у нас был офис, это второй бедрум, можно включить кондиционер. Подождите, это же тут всё розовое, это всё для девочек. Слушай, ты знаешь, я делала так, как хотела бы сама, чтобы у меня было. А у меня в детстве такого не было, поэтому мне хотелось вот такие вот штучки, чтобы у меня на кровати были. Я, знаете, делала, когда им комнату, делала больше себе мечту, чем детям. Но им зашло, знаете? Им зашло. Нравится? Нет, не нравится тебе? Мама для себя, да, сделала? А как ты хотела? В стиле Wednesday сделать? Да. Так, и вот вы здесь все вместе, да, девочки? Нет, здесь только две. Мирослава и Ричард, они с папой спят. Что-то никак из гнезда не выпорхнут. Ну, в общем, здесь вот такие шторки должны быть красивые. Вот так. Здесь у меня висел большой глобус, но он рухнул. Вот это тоже, не глобус, а как, как они называются? Шар, воздушный шар. Воздушный шар, вот. Хорошо, ну погнали скорее. Дальше. Ой. Спасибо, мам. Да, молодцы, девочки. Молодцы. Так, вот здесь у нас, значит, у нас, ну, мы няню очень-очень любим. У нас две няни. И у них вот человеческая комната не такая маленькая, знаешь. А, нормальная, поэтому у нас няня как член семьи. У вас две няни? У них вот здесь комната, да? Ну, да. Вот это одна няня у папы ночует. Ага, понятно. Одна няня у папы ночует. Да, мы успели развестись. Завелась, понял? Да. Так что, у вас четверо детей. Ну и что? 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 Короче, вот здесь у нас няня живет. Так, с этого момента жена, выключай видео. Сейчас, потому что нельзя это, она не спросить будет. Не смотрим. А то вдруг посмотрят, потом пример разведется. Посильнее, я понял. Ну что, пойдемте. Вот это вид классный. Я отсюда сразу хочу. Вот это все, ладно? Вау. То есть цена всегда складывается, в первую очередь, из-за локации. Да, то есть из-за уникальности локации, близости к морю. Посмотрите, какой потрясающий вид открывается. А как туда выйти? Я хочу туда. Это просто вау. Бассейн такой, лужайка персональная. Класс. Выходишь такой немножечко поплавал. Барбекюшечку тут можно, да, наверное? Да, абсолютно верно. То есть это, как я сказала, частная территория, свой бассейн. На 600 метров квадратных сама лужайка. Тут тепличку можно бахнуть. Вообще можно еще достроить. Здесь есть еще квадратный метр. То есть можно вообще что-то еще возвести. Так, я хочу видеть, что там за пляж? Блин. Вот эта вся приватность, где у вас нет никаких людей, никаких соседей. То есть это прямо реально, как дикий пляж. Идите скорее сюда. Потрясающая вода. Я хочу песок показать. Смотрите. Туда можно, кстати... Смотрите, какой белый песок. Почти как на Мальдивах. Смотрите. Ой, извините. Там, кстати говоря, частный остров находится. Вот это вообще частный остров? Да, это вообще частный остров. А там сколько будет стоить, если я так подумал? Ну, это частный. То есть уже нельзя купить? Да. Там один собственник не продается. А, ну, если вот он купил, сколько денег ему надо было? Ну, сколько купил, не знаю, сколько стоит. 50 миллионов долларов, да, наверное, 100? Мне кажется, больше. Больше 100 миллионов долларов? Ну, я просто не нельзя говорить, кто там что живет. А ты знаешь, что? Да. Ну, не говоришь? Давайте не будем. Ну, на ушко, на ушко скажи. Не-не-не, ну, в плане просто частный остров, и все, на этом остановимся. А-а-а. То есть здесь частный остров. Ладно, с какой стороны человек? Ну, а что? Нельзя сказать. Ну, а что? В общем, не будем. Нет, подожди, он местный или не местный? Нет-нет. Из России? Нет-нет, другая страна. Другая страна. Ну, а все, две стороны исключили, уже осталось. Сколько тут удажей? Мы сейчас на третью идем? Мы сейчас идем на третью, а есть еще рув. Крыша. Крыша еще? Да. Ну, что это второй, потому что... Там низкий. Да. Смотри, что у нас тут. Смотри, что у нас тут. Значит, две были. Здесь у нас, здесь проживает мой продюсер Катя. Это вообще гостевая комната. Ну, просто вот комната. Ага. Но я тут ковры тоже не буду наступать. Что значит твой продюсер? Ну, я тоже свой канал делаю. Да. Тоже как Белочек. Вот тут у нас еще одна комната. А где я? Ну, тут красивенькая. Здесь комната мужа была. Заходите. А сейчас где? Здесь у меня сейчас Яна живет, подружка. У нас сейчас женское общежитие здесь. У меня не было студенчества и вот этой вот романтики, знаешь, женской общаге. И мы решили ее вечером посиделки зачаим, всякие разговоры, обсуждения. Я очень счастлива. Очень счастлива. Это моя комната. Она недоделана. Все, я никак не могу купить вот эту нормальную комнату. Вот это я понимаю. Комната хозяйки. Сразу видно. Смотрите. А это ты делала вот эту вот стену? Да, зеркала, стены, все, люстры. Ничего не было. Этих не было. Ну и вот это, конечно. Ну это, конечно, да. Ну вот это, конечно. Сейчас все девчонки и бедные мужья, которых девчонки это посмотрят. Это гардероб, да? Да, это гардероб. Я специально... Эта комната, я не знаю для чего, но я решила, что эта комната будет гардероб. Отдельная комната, ты из нее целый гардероб бахнул, да? Ну правильно, а что? Это моя просто любовь. Ира, я не то, что разбираюсь, а вот, например, вот это ты куда одеваешь? Слушай, я вот на яхте была, вайт-пати. Меня позвали, очень красивое платье. А, это для вечеринки как бы, да? Ну да. Я же думал, вдруг ты... Вот это я купила в Америке. Я пока еще ни разу не одевала. Это что, это жилетка? Это не платье. Слушай, это платье. В смысле? Это платье. Это все, что одевается? Да, я пока не рискую. А в Эмиратах точно не могу одеть? В Эмиратах не одеть. Максимум фотосессия. Здесь тоже такие истории без этого. Разные такие. Есть и деловой гардероб. Что у них? Что такое, да? Я понимаю, обычная жизнь. Продолжим по настройке. Первое, это была безопасность. Когда ты сам враждебно настроен к миру, и мир враждебно настроен к тебе, потому что ты в опасности. Второе, это убеждения вот эти. Третье, это взаимоотношения с людьми. Что излучаешь, то и получаешь. Это просто офигенный закон, который надо вот сюда себе просто положить и вот так написать на лбу и каждый день сюда смотреть. А потом ты к этому привыкаешь. Что излучаешь, то и получаешь. А что ты имеешь в виду? Если ты хочешь денег, тебе надо помочь кому-то заработать эти деньги. Если ты хочешь чему-то научиться, тебе надо кого-то научить. Ведь ты прекрасно знаешь, что если ты, даже есть такое правило, ты прочитал какой-то материал, для того, чтобы его закрепить, чтобы у тебя навсегда провалилось, иди, объясни этот материал кому-то. Работает? Так, и что? Вот, работает. И хорошо, а как это на практике? Вот смотрит на себя человек, он хочет заработать, например, миллион рублей. И что ему надо сделать? Ну, ему надо понять, как заработать этот миллион рублей и научить. Вот, например, я не буду называть, у кого есть огромное сообщество людей, которые так, блин, и живут. И это самые простые деньги, которые я видела вообще в своем мире. Не, ну так сейчас кто-нибудь скажет, что это все инфобисы курсы продавать. Ну, так это же неплохо. Это же расширяет других. Плохо, неплохо, но ты-то по-другому заработал деньги. Ну, если отмотать назад, я ребенок того времени. Тогда этого не было. Но сейчас вы дети другого времени, которые новые предприниматели. Вы уже должны в другой парадигме мыслить. В парадигме масштаба, каких-то вот более такие мобильные, более диджитальные, более нейросети появляются. То есть это люди, вот кто быстрее включится, там вот эта вот история крипта, это же вообще какие-то материи, метавселенные, вот эти скоро нам не нужно будет записывать видео Ютуба. Скоро у нас будут аватары, которые будут это записывать и такую информацию выдавать, что мы уже можем не учить английский, мы просто можем открывать рот, и все это сделает искусственный интеллект. Так, прикольно. Это знаешь, когда мне было 20 лет, тогда интернет появлялся. И вот меня родители поддерживали, не было вопросов, что ну хочешь занимайся делай, хочешь играй в Counter-Strike или еще что-то. Не было вот этого. А сейчас я думаю, а если представить моего ровесника, ну там 15 лет назад, которого родители не пускали к компьютеру, говорили там зло, игры зло, интернет зло, там порнуха, развод, обман, вот так вот, да? И поэтому он просто, ну у него это было в запрете. Просто от этого он, конечно, упустил огромную возможность. Потому что я четко понимал, что за интернетом будущее, сто процентов. Я понимал, что надо там что-то делать. Поэтому маркетинг, поэтому контент, поэтому рекламное агентство. И все, у меня много не получалось, но это только, а сегодня очень интересно. Если у вас точка условно ноль, ну или в начале, да, там первое, то надо понять, а зачем реально будущее? Зачем будущее? Профессии будущего. Да, и то, о чем ты говоришь, это профессии будущие, либо деятельность будущего, что там, например, это может быть крипта, может быть это... Метавселенная. Метавселенная. Может быть это даже вот инфобист, который ругает, который ты говоришь, может быть и нормально, потому что сегодняшняя другая реальность. И если вы будете смотреть на будущий мир, да, глазами так со старпёра, который говорит, это всё не то, всё не то. Это инфо-цыгане, это вообще плохо, это неправильно, ну вы вот так вот делаете просто себе хуже. То есть я тоже себе заметила, что когда я... Притом ты это говоришь, как человек, у тебя нет никаких курсов. Правильно я понимаю? То есть ты это сейчас говоришь, потому что, ну, кто-то же потом скажет, да, она про свой курс какие-то продаёт, но у тебя же нет этого. Я с удовольствием, я хочу сделать продукт, который будет улучшать жизнь других людей, и я понимаю, как это сделать, потому что я сама self-made полностью. то есть я оттолкнулась от дна и пошла вверх. Но я говорю сейчас не про деньги, не про страну, про ощущения внутри себя. Это же самое главное. Это у тебя тут верандочки свои такие, да? Вышел тоже, посмотрел. Да, вроде такого можно и потрудиться на 20 миллионов долларов. Смотрите, стол такой. Вот просто представьте, ребята, что это не YouTube, а это по-настоящему. Утром просыпаешься, садишься за свой столик и вид такой у тебя. Голубая водичка, зелёная травка, ветерок обдувает, прохладненько достаточно для такого климата. И может что-нибудь раз, фалафель какой-нибудь там, или что едят? Что едят люди, которые живут в таких домах? Да всё что угодно. Традиционную еду, обычную, да? На завтрак, да, тоже. Ну да, там чёрная крысь трюфелем немножко замешали. Ну стандартная, я понимаю, да. Шаурма из трюфеля. Бывает, а что? Так, что тут самое-самое интересное, что я должен увидеть? Да пойдёмте посмотрим ещё здесь у нас комнату. комнату. Потолки, я смотрю, такие, да, здесь? Да, с высокими потолками. Блин. Опять же, это как гостиная, вы можете принимать в гости. Ой, я вот это очень люблю. Кухонная зона. Ой, как мне это нравится. Ребят, смотри, такая люстра. Сколько это? Высота здесь? Здесь около 5 метров. У меня как больше тут, как 5. Смотри, наш с тобой рост там примерно 180, и тут тебя 6-7 метров. Сейчас спросите у него сколько. Обалдеть. Так, и тут смотри, подушечка Сэнди. Всё модненько. Вот такие комнаты мне максимально нравятся. Когда огромные окна, сидишь такой. Блин, ну вот за это, видимо, и платят 20 миллионов долларов. Да? То есть это место, где, да, вы принимаете гостей, опять же, это кухонная зона. Здесь можно завтракать, обедать со своей семьёй или с гостями и наслаждаться пейзажем, наслаждаться природой. Я знаешь, что понял? Я понял, что люди, которые тратят столько денег, ну для себя, да, кто не инвестор, а для себя, они, конечно, в первую очередь вкладываются не в недвижимость, а вот как это называется, состояние, в настроение. Абсолютно верно. Потому что когда ты здесь, у тебя, конечно, настроение не то же самое, когда ты в хрущевке с оборванными обоями, да, живёшь. Всё-таки это влияет. Мы даже можем сравнить то место, откуда мы приехали, да, такое более шумное, хотя это буквально тут 10 минут езды, это тоже среди яд, но здесь вот вы только почувствуете, да, вот какой запах природы, какая тишина. Здесь реально такая семейная атмосфера, где приятно находиться, приятно жить, убежав от всей скучности туристов, но в то же время всё это находится в 10 минутах. То есть это супер-супер важно. То есть здесь абсолютно есть всё для комфортной жизни. А ты что не садишься на диван? А мне сидеть надо? Не, просто не знаю, может, ты снаешься? Просто я как-то, пользуясь случаем, надо... Посидеть на диване, ну, почувствовать, что это твоё. Знаешь, как говорят? Ну, это да, когда визуализируешь. Да, да. И я знаю, что... Я слышал про такое, не участвовал, что есть отдельные тренинги, где люди платят большие бабки, чтобы, например, один-два дня прожить жизнь мечты. Ну, типа там, снимают яхту, например, девушка хочет жениться на каком-нибудь там... Кто там сейчас? Бен Аффлек какой-нибудь. И прям находят актёра, похожего на него. И прям свадьбу отыгрывают, гостей, там шампанское открывают, виллы. И главная идея такой программы в том, что когда ты такое прожил по-настоящему, то потом это остаётся в нейронных связях, и ты действительно там приближаешь то, чтобы это произошло. Я уж не знаю, работать или нет, но раз мы здесь, чего не кайфануть? Я хочу сказать, кстати, в добавлении интересную вещь, что когда состоятельные вот нас клиенты ищут недвижимость на покупку, иногда бывают запросы на аренду. То есть иногда им нравится дом, нравится вилла, но они хотят немножко пожить. И такое тоже можно? Ну, не все так делают, естественно, но если есть такая возможность, и собственники или застройщик предоставляют такую возможность, то есть то клиенты могут пожить, чтобы как раз-таки то, о чём ты говоришь, может быть супердорогой дом, но какая-то не та атмосфера. А состоятельные люди и покупка вообще дорогой недвижимости, это не про компромиссы. То есть это когда всё должно быть идеально. Если это не идеально, тогда за эти деньги можно найти что-то другое. Классно. А сколько, ну, примеры? Это, наверное, не сдаётся в аренду, но если бы он сдавался, это какой порядок цен? Ну, вообще здесь хит в основном сдаётся на год, то есть это долгосрочная аренда, долгосрочная история. Но если она короткая. Можно сдавать от 650 до где-то полутора миллионов дирхам в год. Это получается примерно 300-500 тысяч долларов в год. Да. Здесь у нас долгосрочка. Да. Ну, я бы, некоторые люди столько денег за всю жизнь зарабатывают. Почему вот мы все деньги, деньги, да может, не всем эти деньги нужны. То есть самое главное это чувствовать себя офигенно. Каждый день открывать глаза и просто радоваться жизни. Боже, спасибо за этот день. Вот так вот. Я считаю, что это самое главное. Ну, хорошо. Давай сразу туда и пойдём. Чтобы сразу быть людям полезным, они обещают, что что-нибудь там. Вот смотри, конечно, когда ты в Эмиратах просыпаешься и видишь 9-метровые окна, ну, легко радоваться. Слушай, ну, я в Эмираты всего два года назад переехала. Ну, всё равно. Я офигенно радовалась в России. Ну, ты уникальный человек. У тебя там много... Ты родила четырёх детей, сделала огромный бизнес и так далее. Поэтому, ну, не всем природа дана такое, кто-то скажет. Вот давай представим сейчас человек. Ты говоришь, классно, просыпайся с утра на энергии и радуйся жизни. Но он просыпается и по факту он понимает, что это не так. Хорошо, давай, объясню. Что делать? Вот самая главная вещь, которую я хочу сказать каждому, я готова об этом говорить и я не могу об этом молчать. Я знаю одну простую истину. Счастье, оно не вот в той комнате, не на улице, не здесь. Оно вот здесь. Оно у тебя либо есть, либо у тебя его нет. И твой выбор каждый день, быть счастливым или нет. Для этого есть определённые техники, практики и работа над сознанием. Например. Давай конкретно. Чтобы не обещать, я беру счастье. Ты просыпаешься, ты открываешь глаза. Первое, ты жив. Второе, ты здоров. Так. Третье, у тебя есть ноги-руки, у тебя есть семья, у тебя есть над головой. То есть можно вот искать стакан не половину пустой, а половину полной. И вселенная всегда будет давать тем людям, которые благодарны за что-то. И если ты благодаришь, у тебя будет это удваиваться. Это не пустые слова инфо-цыган. Это реально проверенные истины. То есть ты имеешь в виду проснуться. И первым делом, вот первая мысль поймать её. Какая она? И если эта мысль, о, всё плохо, шея болит, ноги болят, устал, проспаться не хочу, опять надо идти на работу или ещё что-нибудь, ну зафиг поймать это, заметить. Ты каждый день делаешь выбор, что чувствовать. Да. Ты понимаешь, о чём я говорю? Понимаю, конечно. А ты говоришь, вместо этого ты остановись и скажи, а за что ты благодарен? Тебе тепло? Тепло. У тебя есть кто-то рядом, близкие, родные, крыши над головой. Найди 100 причин для радости. У тебя есть вкусный кофе, ты ощущаешь этот вкус. Вот я просто приведу элементарный крем. У тебя есть руки, ноги. Да, я приведу элементарный крем. У некоторых этого нет. Люди, которые переболели ковидом, они не чувствуют вкуса кофе. Вы просто представьте. И это просто, вот ты пьёшь свой любимый кофе, а ты чувствуешь какую-то гадкую тряпку. Вот это такая мелочь. Но когда ты это испытываешь, ты тогда начинаешь ценить те вещи. Так давайте посмотрим на это всё через другую призму. Я просто призываю к тому, что у каждого человека есть выбор, что чувствовать. То есть я была и там, и посередине, и достигла каких-то целей своих и так далее. Я знаю, о чём я говорю. Я не родилась в этих соболиных пелёнках, я не знаю, с бриллиантами на пальцах. То есть я из... Ну, на самом деле, я там считала, что мы средний класс, но я понимаю, что мы просто бедный класс были. То есть из таких хрущёвок, просто коммуналок и так далее. Поэтому я прекрасно понимаю, о чём я говорю. Конечно, каждый может сказать, что тебе легко говорить, ребят, ну не так это. Приведу пример на беременности. Я не знаю, как для других женщин, для меня беременность – это целое испытание. Я очень подвижная, я там люблю тело, когда у меня стройное, всё потянутое. Я двигаюсь там много, люблю там какие-то гимнастики заниматься. И вот когда ты беременны, тебе тяжело дышать, у тебя болит спина, тебе неудобно это. Но ты понимаешь, что... Ну, как бы начинаешь взвешивать. И опять же, я вот когда у меня была четвёртая беременность, когда ты меня снимал, я вот в тот момент себе... Вот когда у меня только начинал расти живот, я себе сказала, вот у меня сейчас есть два выбора. Чувствовать себя развалюхой, что у меня болит спина, что у меня дышка, что я просыпаюсь ночью, мне дышать нечем. Вот, ну, как бы всё зажимается. Либо второй вариант – чувствовать себя счастливой, энергичной, довольной, классной. Паша, пипец как работает. То есть у тебя ничего не болело? Это просто пипец как работает. У тебя, правда, ничего не болело? И вот всё складывается. Значит, я нашла на Амазоне подушку, которая вот так вот... Ты ложишься, она с дыркой, вот такой матрас. Ты же вот в эту дырку. Ты какие-то причиндалы, прибамбасы за три копейки нашла, которые мне помогали. У меня это была просто самая лёгкая беременность. Потому что, когда ты осознанный, я это называю осознанный, и влияние на мир через тонкий план. Вот то, как ты себя настроишь, у меня были четыре беременности. И они были разные. И когда я, наконец, смекнула, когда на четвёртый раз, говорит, потом, Ир, а зачем тебе это опять испытывать? Что тебе тяжело, что тебе там это, тут давит, тут это. Ну, девушки меня поймут, ну, кто рожали не раз. И я сделала выбор, я хочу это испытывать или я не хочу. Вот я сейчас привела пример, вообще не связанный, ни с деньгами, ни с этим. Так это ваш настрой. Я хочу себя чувствовать как? Счастливым, благодарным. И дальше, вот понимаете, и дальше мир каким-то чудесным образом. Появляются пони, радуга, какие-то бабочки. Я не знаю, как это работает. Ну, это, блин, работает. Вот это да. Вот здесь, да, делают, видишь, там вот беседки соседи делают, какие-то вот ставят штуки для отдыха. И через эту крышу... Ух ты, свой парк такой у вас туда. И смотри, у меня вот через эту крышу вот так вот бассейн затаскивали, сверху краном. Да, ладно? Через эту крышу. У меня видео есть, да. В смысле, через всё здание вот так? Вот так вот, краном. А в реках как по-другому. Это главное событие посёлка было, да? Да, да, да. Смотри, видишь, такой песок я было заехала у соседей, знаешь? А, вот так же. Скажи, трындец. Красота, да. И вон там тоже такой же песок. Да, как они живут, я не понимаю, конечно. Слушай, живём один раз, непонятно, сколько нам отмерено. Надо каждый день, конечно, максимум кайфовать вообще. Ой, хорошо. Куда полезла, малыш? Бурш-Халифу видно. А где она? А она вот за вот этой штукой. А вот это видно, да? Ну, я понял, да. А мы, если выйдем из... Вот она, вот смотри, Бурш-Халифа, вот она. Вот так, как прижаться, то видно. Нет, если вниз спуститься, то тоже видно. Так, здесь у нас 7 спален в этой вилле. Посмотрим, пойдём на второй этаж. То есть всего три этажа. Три этажа? Да, бейсмент. А что внизу? Я, кстати, сам сделал. Бейсмент, но я просто не знаю, показывать его ли. Окей. Это вот открыта кухня. Есть ещё одна кухня, она расположена как раз на бейсмент, на первом этаже, но она уже такая, как её называют, грязная кухня, где как раз происходит вся готовка. А далее уже можно сюда всё принести, засервировать и накрыть. Девчонки, сразу фоткаться. И накрыть, засервировать стол для ваших гостей. А, тут, Настя, смотрите, отдельная кухня для персонала. Hello, hello. Sorry. We're going to make a video. Посмотрите, ребята. Это, как называют, грязная кухня, то есть где готовят и далее уже поднимают её в гостиную, совмещенную с кухней, где мы были с вами только что. Так, смотрите, тут целый лифт есть свой, отдельный. Вау. Один лифт его также сделал собственник. Идём прямо на вот это. Да, на первый. Заходи. Здесь пожили родители, когда есть маленькие дети. То есть это важно в больших биллах иметь лифт. Ну, я понимаю, да, без лифта вообще как. Вы будете снимать, потом обратите внимание, что не во всех есть. Лестинка, конечно, красивая, да, такая? Это всё мрамор, да? Да. Мы сейчас находимся в исторической части города Дубай. Это район Аль-Фахиди. За моей спиной старый рынок. Это отличное колоритное место, где вы можете приобрести специи, где вы можете покушать местной еды в хорошем ресторане с хорошим видом. Это находится рядом с речкой Крик. Крик разделяет Дубай на две части. Дейра и Бур-Дубай. Моя страсть, моё вдохновение это организовывать индивидуальные туры для людей по Дубаю. Пойдёмте, я вам кое-что покажу. Вот такие тарелочки вам будут предлагать за 35 дирхам, но не платите за них больше, чем 20. Самый лучший ресторан в старом городе это Бейт Аль-Вакиль ресторан. Супчик стоит 4 доллара. С шикарным видом. Но если вы приехали в Дубай, у вас совсем тяжело с деньгами, вот, допустим, у вас в кармане полтора дирхама, я покажу, где вы сможете вкусно и сытно покушать всей семьёй. Брат, привет. Это сколько стоит? Что? Вот это. Два дирхама. Два дирхама? А карак, чай почём? Один дирхам. Один дирхам? А это? Четыре дирхама. Четыре? Окей. Дайте, пожалуйста, это и один карак за четыре дирхама. Здесь, здесь, здесь всего лишь за полтора доллара вы сможете взять калорийной, белковой еды, не очень полезной, и вкусный арабский чай. Снимают. О, здрасте. А вы на русском говорите. Да, здравствуйте. Вы первый раз в этом ресторане? Да нет. Нет? Постоянно? Я тоже тут постоянно кушаю. Мне очень нравится. Всё очень вкусно, главное, доступно. Сейчас, кстати, мы заберём. Посмотрите, что я взял. Надо людям советовать хорошие места, правильно? Да, обязательно. Люди ходят здесь, едят по сто долларов. Сколько? Шесть. Два, четыре, шесть. А это подарок, да? Да, бесплатно. Ребята, вот я же здесь живу уже восемь лет и не знал, если вы купите у человека чай, то вот такая вот чашка будет вам в подарок. И, по сути, зачем тогда платить за тарелочку двадцать дирхам, если чашка останется с вами? Это тоже бесплатно. Вот, пошли, пошли. Это бонус. Окей, окей. Так. Окей, ребята, смотрите, что у нас есть. Это зелень в тесте, жареная. Она очень вкусная, но такое лучше не ест много. А эта еда называется самбоза. Это картошка. Вегетарианская. Вегетарианская. На Дейру. А, сейчас вот поздороваемся с человеком. Прекрасный чай, брат. Мистер Рафи, я уже прорекламировал ваш ресторан. Теперь к вам повалят посетители. Это мистер Рафи. Он главный менеджер одного из лучших ресторанов в Дубае. Добро пожаловать. Приходите в наш ресторан. Виде мы вот показали. Вид, конечно, уникальный. Вид, конечно, уникальный. Красота. И он соседям можно помахивать, да? Какой-нибудь там Анджелина Джоли или кто-нибудь такой там живет. Здесь много знаменитостей прорывает, как я сказала. Много шейхов, местных очень состоятельных людей. Классно. Соответствующее соседство. Идемте дальше. Ну и жемчужина. Жемчужина второго этажа. Вау! Это такая еще одна гостиная. Да, такая для больше... Как раз если внизу у нас была гостиная для гостей реально, а здесь уже больше такая частная. Для себя, семейная. Где можно собираться с семьей, с детьми. И уютно, в уютной такой атмосфере проводить вечера. И это закатная сторона. Жалко, что мы сюда просто приехали не вечером. Здесь закат такой красивый. Да, здесь закат очень красивый. Просто шикарно. И потолки же тоже прозрачные. Классно. Сюда, кстати, можно видеть, кто чем занимается. Да. Я чуть-чуть хочу посидеть. Хочу кайфануть. Это классная жизнь. Вот ты хочешь себе такую view? Да. Мне очень нравится. Я очень люблю. Особенно как человек, который живет в Эмиратах. Мне хочется какого-то спокойствия, умиротворения, тишины. После вот этой работы сумасшедшей, когда ты приезжаешь, ты хочешь вот этой тишины, вот этой красоты. Поэтому это реально супер предложение. И действительно, здесь очень мало кто эти виллы продает. То есть если вы посмотрите на мультилистингов, то есть мало кто их продает, потому что людям нравится эта недвижимость. То есть они покупают ее для жизни, для своих семей. Ну или вот сдают в аренду, соответственно. Круто, круто. Кайф. Ну что, спасибо, что мы сюда, здесь оказались. И еще одна вилла за десятки миллионов долларов нашей копилочки. Дынь. Поехали дальше. Евгений, снова здравствуйте. Добрый вечер. Вы наш постоянный гость уже. Я рад быть полезным. Я знаешь вообще, что понял? Что нужно, чтобы действительно некоторые наши герои появлялись не один раз у нас, а вот как-то периодически, регулярно. Чтобы люди уже познакомились поближе. Да? Поэтому пока уже все догадываются, где мы находимся. Но напишите в комментариях, кто узнал Женю, кто уже его видел и хочет, чтобы мы чаще его снимали. Да? Напишите, да, если вам не сложно. Где мы? Куда приехали? Что это? Мы в Абудабе. Это район, где опять-таки живет много достаточно людей, которые работают на не очень высокооплачиваемых должностях. Эти ребята в основном из Пакистана или из Бангладеш. У них там уровень жизни такой, что в Бангладеш только, по-моему, лет 10 назад начали выдавать свидетельство о рождении ребенку, если он младше 10 лет. Потому что, чтобы ты понимал, некоторые страны так живут, что до 10 лет не выдают свидетельство о рождении, потому что смертность среди детей до 10 лет там 70-80 процентов. Кошмар. Около этих цифр. То есть условия, в которых они здесь, может быть, они ужасны, но намного лучше, чем там. Ну, смотри, это они ужасны для тебя. К примеру, для них это отличное условие. Просто тут нужно понимать правильно, что если ты кушаешь очень острую индусскую еду, то для кого-то она супервкусная и совсем не острая, а тебе нужно выпить литр молока, чтобы рот остыл потом после этой еды. То есть ты просто не выживешь, если ты будешь есть ее каждый день. А для других людей это прямо норма, это класс. То есть у них это с детства. Поэтому мы просто показываем мир таким, как он есть, скажем так. Это не хорошо и не плохо. Вот просто это факт. Я считаю, это интересно. Ну, там крыс только что пробегала, я видел за твоей спиной такая жирная. Тебе показалось. Я понял. Это кот. А, я видел, да. Так, ну, здесь не опасно? То есть вот то, что мы здесь... Нет, здесь абсолютно не опасно. Вуае нигде не опасно, особенно Дубай и Абу-Даби. Это супер страны по безопасности. Даже если ты видишь, что это выглядит не очень фишемебельно, то это страны номер один по безопасности в мире. Поэтому гулять можно везде. В любой дом можно зайти, попросить воды, попросить в туалет, если тебе срочно тебя пустят. Возможно, даже и накормят, если ты поймешь местный диалект. То есть мы сейчас попробуем кому-то зайти, и нас там не побьют? Нет, конечно. Нас, может быть, даже угостят едой, водой. Ну, пойдем. Вы знаете, как корабль назовешь, так на нем поплывешь. Ну, я знаешь, как вот могу это как тебе объясняю? Вот, например, если мы с тобой выделили в жизни, вот мы два человека, да, и я, например, буду тебя ценить как человека, то, скорее всего, с большей вероятностью, ты и я захотим друг с другом еще раз пообщаться. А если я с первой встречи буду, там, не знаю, тебя ругать, хамить, оскорблять, то зачем ты второй раз не захочешь прийти в мою жизнь? Правильно же? Зачем ты будешь приходить к человеку, который к тебе негативные мысли направляет и слова? Ну, так все с остальным то же самое? Ну, да. То есть, если вы думаете, что... Да. Если я не ценю то, что у меня есть сегодня, так зачем оно будет приходить? Не будет приходить. То есть, люди же... Вы же тоже, если вот человек смотрит, например, наше видео, если это видео его вдохновило, ему оно понравилось, вы же тоже придете второй раз смотреть, ну, не это видео, а следующее и дальше. А если видео вам не откликнулось, вы же тоже не будете смотреть. То есть, каждый человек принимает вот это решение. Прийти или уйти, прийти или уйти, прийти или уйти. Выборка. Что чувствовать? Да. И то же самое... Чувствовать усталость либо себе повторять? И то же самое к нам, да. Если у нас... Жак, это работа. Какое-то дело. А мы к этому делу говорим, о, тяжелое говно какое-то. Откуда нормально-то придет? Если ты с этого это не можешь ценить по-настоящему, принять, что это тоже классно. Действительно, вот я могу сказать, например, с операторами работаем, и вот бывает прям видно, что оператор работает, прям видно, что они любят свое дело. А есть, бывает у нас там, один раз, как мы снимали в одной стране, там так вот ребята были не очень, так скажем, заинтересованы в принципе своим делом. Уже хотели побыстрее все закончить, там свои денежки получить за операторскую работу, и в принципе им не интересовало, что мы тут делаем. То есть они не участвовали, вот мысли надо же здесь. Ну вот какой оператор в следующий раз позвать? Ну, конечно, того, который заинтересован сделать свою работу хорошо, старается, профессионально, да? И это же здесь то же самое так работает. То есть это в адрес каждого человека так работает. Как вы относитесь к своему боссу, или к своему клиенту, если вы делаете свое дело, к своему сотруднику, к партнеру, а самое главное, к себе. Если ты к себе относишься, вот я плохой, я не такой, я не доделанный, я злюсь, я не талантливый, я не способен, ну так ты же сам себе тогда тоже не дашь это. Так вот важно. Ключевое это выбор каждого человека, каждую минуту, каждую секунду, каждый день выбирать, что ты думаешь. Ты умеешь управлять своим вот этими потоком мыслей или нет? Вот если ты, это самое сложное, это могут очень маленький процент людей, но те, кто это делают, они добиваются просто огромных результатов. Они притягивают нужных людей, нужные ситуации, какие-то встречи, какие-то коллаборации, и все складывается волшебным образом. И это реально так работает. И еще вот базовые настройки, которые я говорила, вот они, для меня это, вот я 20 лет назад это изучала, и вот первое, я в порядке, мир в порядке, Бог в порядке, люди в порядке. То есть вот это должно быть тотальное, то есть полное принятие всего, и вот тогда уйдут вот эти лишние какие-то заряды, лишние какие-то эмоции. Об этом говорят все религии, Библии, вот в Коране все это написано. Там не суди, это принятие, что все вот просто, понимаешь, вот тот и что-то сделал, он в порядке. Значит, так надо. То есть это вот какое-то приятие. И тогда у тебя внутри все успокаивается. Это как ты живешь в вечной медитации. И у тебя высвобождается огромный потенциал и энергия на то, чтобы притягивать то, что ты хочешь. Потому что почему люди, ну желание у меня исполняется очень быстро. Это же энергетика. Это, во-первых, то, как ты думаешь, если у тебя то, что тебя сажает батарейку, открытые вкладки, когда ты непроработанный, когда у тебя какие-то травмы, обиды застарелы, казалось бы, да их нету, да есть они, их надо выковырять, они как-то влияют на вас. Ну я просто... Мой путь в том, что я прорабатывалась очень много лет. И очень, ну, в правильные места попадала. Вот ты знаешь Ситникова? Ну, мы лично незнакомы. Вот я позавчера с ним провела весь день, и он просто, он говорит, Ир, ну, нечего, ну, то есть ты проработана. Причем я прорабатывалась по технологии НЛП, которую он привез в 80-х годах в Россию. То есть у него был ученик, и я у него тогда вот это все просто... Как дела, как вообще жизнь? Привет. Это мой друг Павел. Пол. Как тебя зовут? Тарик. Тарик. Вы оба из Бангладеша? Вы из Бангладеша? Да. Окей. А вы откуда? Бангладеш. И вы тоже. Привет, Бангладеш. Можно к вам зайти? Можете показать и рассказать, как вы здесь живете? Я приехал из Бангладеш, я работаю на стройке, маляром. Кем-кем? Крашу. А, красишь. Красить стену. Ну, то есть красит ребята стены. А сколько тебе лет? Ты выглядишь очень молодым. Что? Сколько лет? Двадцать. Двенти. А тебе? Один восемь. Вы оба очень молодые. Можно нам войти? Заходите. Ты там сам уже? Да вместе пойдем, вместе пойдем. Привет. Можно к вам зайти с камерой? Брат, привет, как дела? Ты будешь звездой русского Ютуба. Ты не против? Согласен? Да. Мы просто хотим посмотреть. Мы побывали у таких же, как вы, простых ребят в Дубае. Отличные парни. Вы тоже отличные парни. Ребята, можно мы войдем? Привет. Извините, можно войти? Очень дружелюбные ребята. Привет-привет. Заходите. Вы похожи на студента. Нет, мы работаем. Уже работаете? Вы говорите по-английски? Нет. А откуда вы все? Пакистан, Индия и Бангладеш. Вы здесь живете? Здесь спите? А сколько человек живет в этой комнате? Семь. Семь человек в этой комнате? Не очень здесь просторно. А можно спросить, сколько вы зарабатываете? У меня зарплата тысяча. Тысяча дирхамов? Тысяча. Не слишком много. Тысяча двести. Триста, четыреста. А сколько вы платите за эту комнату? Или вам дают жилье от работы? Я работаю один год. Я спрашиваю, сколько вы платите за комнату? По триста дирхамов с человека. Триста за одно спальное место? Да, одна кровать. И ваша зарплата – тысяча двести? Нет, это наш босс. А, за вас ваш босс платит. Да. А питание? Вы сами за еду платите? Да, сами покупаем. А оставшиеся деньги вы посылаете семье? Да, семье. Вы говорите по-английски? Нет. А сколько ему лет? Восемнадцать. Вы такие молодые. А вы рады, что здесь работаете? Что? Счастливы, что здесь работаете? Работа – хорошо. Лучше, чем в Бангладеш. Где лучше, в Бангладеш или здесь? В Бангладеш – хорошо. А где лучше работать? Работать лучше здесь? Да. А почему все улыбаются? Почему вы улыбаетесь? Я спрашиваю. Почему? Почему вы улыбаетесь? У меня всегда все хорошо. Хорошо. Всегда хорошо. Спасибо. Спасибо, что уделили время. Я хочу немножко подраскрыть тему, что излучаешь, что и получаешь. Ты мне конкретно прям задал вопрос. Объясню таким образом. Если вы обманываете кого-то, почему вы думаете, что к вам это не вернется? Есть уже куча всяких поговорок на эту тему. Закон бумеранга. Что излучаешь, что и получаешь. Не плюй в колодец, из которого ты пьешь. Это оттуда. Не руби сук, на котором сидишь. Это немножко в другую сторону, но тоже в эту же оперу. Если вы обманываете, если недобросовестно работаете, почему вы думаете, что вам будет энергия другая возвращаться? Какую ты энергию отправляешь, то и получаешь. Если вы не помогаете кому-то, почему вы ждете, что вам кто-то будет помогать? Почему, если вы не хотите для другого сделать что-то большее, вы думаете, что для вас вселенная или другие люди что-то большее будут делать? То есть вот в эту сторону я говорю, что если ты что-то хочешь получить, ты дай. То есть я сказала о том, что если хочешь получить деньги, научи других. Это один путь. Второй путь, если хочешь получить деньги, дай свою энергию, дай что-то большее, сделай сверхрезультат. на работе, своему начальнику, там, я не знаю, на заказе. Ну, то есть никогда Вселенная не остаётся в должниках, никогда. Даже если вы кому-то помогаете, тому, кто не может вам помочь, к вам приходят из других источников. Однозначно это работает, и это мои наблюдения, это работает и в бизнесе, и в жизни, и так далее. Если вы хотите встретить любовь, какого-то мужчину, но если вы ждёте от них какие-то подарки, деньги, и начинаете их использовать, так почему вы думаете, что это к вам придёт, какие-то чувства отношений? Почему к вам не будет потребительского? Да, к вам будет также потребительского. Потребительское отношение к вашему телу, к вашей молодости, к вашей красоте. Когда оно закончится, то всё закончится, тоже пиршество. Но потому что другого не бывает. И это самый главный, наверное, закон, который нужно осознать. И что если вы, например, кого-то осуждаете, вот я перечисляла, люди в порядке, если люди не в порядке, если ты кого-то, например, осуждаешь, мозг не понимает, что это другого человека. Это начинается аутоагрессия, направленная на себя. Потому что мы – это единое целое. И если мы направляем это к другим, мы направляем это к себе. Это также может сказаться на здоровье и так далее. Окей. Я хочу одну фразу ещё твою зацепить. Меня очень понравилось. Что самый главный выбор – это то, как думать. Самый главный выбор – то, как думать. А как этот выбор совершить? Это очень сложно, но это очень достижимо. То есть это уровень осознанности. Это уровень осознанности, когда ты выбираешь мысли, как вещи в шкафу. И это тренируется. Вот как мы постепенно маленькими шагами тренируемся в английском, в спортзале, в каком-то навыке, там, уговорение, учить стихи, ещё что-то. Это такой же навык. Это та же мышца, которая накачивается. И, вы знаете, разум – он очень плохой господин, но очень послушный судья. Ой, не судья, а слуга. То есть господин – это тот, если правит разум, то это просто вакханалия. То есть вы начинаете реагировать на всё, что происходит в мире. И когда у вас есть какая-то, например, цель, и вы думаете, вот сейчас вот эти мысли, которые я думаю, они мне приведут к этой цели? Нет. То есть надо думать мысли так, как будто они написаны на небе огромными буквами. Прикольно. Ты знаешь, как картинку, если рисуешь, вот если ты рисуешь картинку, там, каракуля, вряд ли она будет стоить миллион рублей, например. Если хочешь, чтобы за твою картинку заплатили миллион рублей, но такую нарисовать, соответствующую, классную, мощную картинку. Да, абсолютно. И нормально, что когда ты первый раз, вот я не умею рисовать особо, но если я буду рисовать, я на фигню. Но если туда направляют внимание, то постепенно будешь рисовать лучше. То же самое с мыслями. Если ты, в принципе, не замечаешь, что ты рисуешь, то ты рисуешь что-то, и оно даёт какой-то результат. Какой-то результат. Если вам результат не нравится, давайте немножко переобуваться. А если ты хочешь к определённому прийти результату, в личной жизни, в финансовом плане, ещё где-то, в теле, то ты просто рисуй картинку, то есть рисуй те мысли, которые к этому ведут. Это прикольно. И вот, например, едет человек в метро, видит там напротив себя ещё где-то. И вот начинает вот что-то там, ой, там что-то её оценивать, вот что-то там это. Вот какие-то мысли дурные часто. А зачем вот эти мысли дурные? Ты начинаешь. А вот у меня есть определённое количество часов, которые я там думаю, да? Ну, зачем мне тратить их на какую-то чепуху? Ну, зачем? Ну, то есть если у меня есть цель, я такой собранный весь, да? Это всё, что зачем я буду время тратить на что-то, когда у меня есть какие-то цели? Поэтому конкретно, если мы с чего-то начинаем, то это цели. А цели – это отдельная вот такая тема. Например, очень много целей. Вот почему я начала об этом говорить? Там все говорят деньги, там деньги, деньги. Да не для всех это деньги. Потому что многие смотрят на других и сворачивают ни туда, ни тем путём. И приходят очень тяжёлым путём туда, потому что это не его путь. Может, его путь вообще, там, я не знаю, какая-то наука, какие-то открытия, там, я не знаю, в космос допускать, там, какие-то, я не знаю, ракеты или людей от рака лечить. Может, в этом раскрывается у человека. Но не у всех же эти баксы, зелёные купюры, там, я не знаю, тёлки, там, золотые какие-то штуки. Ну, блин. Каждому своё. Кому-то нравится золотая цепь, а кому-то не очень. И нет такого. Я очень не люблю, что вот у нас сейчас вообще современная какая-то оценка только по каким-то достижениям. Да, конечно, это есть какой-то критерий. Но давайте тоже другие критерии. Люди, там, не знаю, науки, писатели, там, учёные. Ну, это за счёт чего мы вообще живы до сих пор, да? Вакцины, которые создавали. Но это же тоже достижения огромные. Понятно, что у нас бизнес-тусовка, ну, мы как бы на своей волне. Но я вообще не отрицаю, что есть, можно реализоваться. Я в прошлом выпуске тоже самое тебе говорила, что, блин, ну, не обязательно. То есть, если он, например, доктор, то это, блин, офигенно круто. Он делает шедевры, он... Это магия. Он из больных людей делает здоровых. И так далее. Привет, привет. Вы говорите по-английски? Новенький, новенький. А, он новенький. Только что сюда приехал, да? А ты откуда? Из России. Из России? Хорошо, хорошо. Раз, два, три. Подписывайтесь. Ставим лайки. Ставим лайки и подписываемся. Вау, невероятно. Спасибо. Спасибо. Наш канал Павел Гетельман. Сейчас найду. Это YouTube? Это YouTube? Поняли, как я подписчиков делал? Как ты думаешь, как они реагируют на то, что они пришли так в гости? Ну, ты же видишь, ребята очень дружелюбные. Для них это как бы тоже интересное событие. Мартышка в гости белое пришла, да? Ну, ты да. Да не, ну почему? Ну, просто, знаешь, если ты не каждый день видишься с такими людьми, они не каждый день видятся и общаются с такими, как ты. Поэтому нормально. То есть обоюдный такой сюрприз получил? Да, абсолютно. Я думаю, они рады. Ну, ты за кадром предложил, чтобы мы поехали в магазин, там, купили какую-то там еду в подарок. Для них это окей будет? Ну, я думаю, конечно. Вот мы можем спросить. Ребята. Брат, если мы сходим в супермаркет, купим какой-нибудь еды для ребят, это будет окей? На рынок? Мы хотим вас угостить. Подарок ребятам. Всем. Потому что вы такие дружелюбные. Вы так хорошо с нами поговорили. Мы хотим купить еды вам в подарок. Это окей? Магазин. Супермаркет. Вы будете здесь. Мы можем это сделать? Без проблем? Потому что... Окей. Я кричу, как бегусь, как бегусь, как бегусь. Да ладно, мало ли, что я там хотел сказать. Я все время повторяюсь на английском. Одну и ту же фразу говорю несколько раз. Чтобы в надежде, что поймут, да? Да. Да. Окей. Ну что, погнали, что-нибудь купим. Давай, да. Так. Немножечко закупились вкуснейшами. Это такие огромные пачки чипсов, которые здесь продаются. Я никогда такого не встречал. Но я понял, что здесь так много, что каждому из парней хватит. Так что пойдемте угостим ребят. Ребята, мы с подарками. Друг. Это тебе. Для тебя и твоего друга. Хороший. Это тебе. Давайте откроем и поделимся со всеми. Подарки. Вам, от нас. Откройте и поделитесь со всеми. Это для всех. Открывайте. Давайте войдем в комнату. Пойдемте вовнутрь. Все в комнату. Секундочку. Одну секундочку. Секунду. Маленький сюрприз для всех. Спасибо. Спасибо. Давайте откроем. Ну что, когда еще приедешь в Рабудабе к парням? Нет, я себя вообще ни за что не осуждаю. Я могу порефлексировать по какому-то поводу. Мне нужно взять какую-то ситуацию, если она меня зацепила, я ее буду переваривать. Например, моя сестра 12 лет жила с мальчиком, который в таких абьюзивных отношениях. И, ты знаешь, я с ней какое-то время не общалась, потом приехала в Москву, говорю, как у тебя дела, чего он работает. Она говорит, Ира, ты знаешь, что стало еще хуже. То есть деградирует, деградирует, еще перестала работать. Я говорю, слушай, может тебе помочь, а она уйти от него не могла. Ну вот просто не могла уйти. И, то есть, она уходит, он приходит, вламывается к ней в дом. Ну то есть, некому защитить, поставить. Она вызывает полицию, полиция говорит, милая броняться, только тешится и уходит. Все, и человек просто застрял. Я говорю, давай сделаем так. Ты как бы сбежишь, мы организуем тебе, снимем квартиру, отправим ему на работу. Ты соберешь вещи и уедешь. И вот так вот вы разъедетесь. Так и получилось. И человек через три месяца выбросился из окна. Кто? Ее бывший парень. Ты представляешь, что я почувствовала, Паш? Вот я переваривала эту ситуацию в себе. Ну просто мне ее надо было переварить. Я задавала все вопросы. То есть ты себя обвиняла в этом, да? А надо было ревмешиваться. Ну надо же помогать. Ну а как помогать? Ты же влияешь на других людей. И целый ворох как бы вопросов к себе. А потом, ну то есть мне нужно было, ну я рефлексировала на эту тему. Я то есть думала, а вот, а там, а это. Спрашивала, ну а как ты? Да он говорит, Ир, да я хорошо. Да он тянул вниз у него. Давно уже были вот эти замашки. Я, например, стояла у окна, он мне постоянно вот так вот, сейчас тебя выкину, сейчас тебя выкину. Ну как бы, ну странностей было куча. Восемь лет назад я замечала, что он странный. То есть, и понимаешь, я осознала ту вещь, вот не просто так, вот человек не может просто взять и умереть. То есть для того, чтобы он пришел к этому пути, очень много мыслей, каких-то решений, каких-то выводов, каких-то чем-то недовольства, возмущения. Знаешь, вот мне понравилось, у Зеланда в транссерфинге написано, вы можете настолько довозмущаться, настолько быть недовольными, что однажды просто в морге окажетесь. Вот какая-то у него такая сраза. И вот он настолько вот этими словами привел причинно-следственную связь, поэтому очень важно вообще думать мысли, которые вы, ну как бы думать, что о чем ты думаешь. Замечать, о чем ты думаешь, да. Да, вообще как бы это называется оснозностью. А по поводу какой-то идеальности, ну, я не знаю, мне кажется, это опять какие-то перекосы, и не надо улетать в космос, и не надо быть каким-то супер, ну, все окей. Если ты видишь, что ты чувствуешь себя хорошо, ты там никого, там, не знаю, не абьюзишь и так далее, ну. Окей. Так, смотрите, какие чипсы интересные. Попробуем. Окей, заходите, заходите. Чипсы для всех. Ммм. Этих чипсов вам хватит на неделю, на всех. Извините. Хорошо? Хорошо, хорошо. Малин, ну что, скажи парням, как ты благодарен им за дисциплинество. Друзья, спасибо, что нас пригласили. Это было круто. Спасибо. В общем, Женька, что это? Это кайф же вообще, да? Вот реально. Мне не всегда яхты нужны, ламборджини, еще что-то. Ну, хорошо. Нужно просто прийти в гости к парням, похавать чипсы и испытать вот эти эмоции, удовольствие, смотреть, сколько счастья у людей. Скажи мне, скажи мне, вот ты записываешь интервью с богатыми, с бедными людьми. Энергетика. Разные? Вот честно могу сказать. Энергетика зависит от счастья. Если люди счастливы, энергетика позитивная. Хорошо. И у бедных, у богатых бывает плохая энергетика. Больше среди... Да, ну, нельзя так сказать, конечно. Где больше счастливых людей? Ну, честно говоря, и там, и там одинаково. Поэтому лучше быть богатым? Да. Ты так считаешь? Лучше быть и богатым, и счастливым. Но надо спокойно прийти и потусоваться с ребятами, пахавать чипсы, простые, абу-дабские. Тоже можно. Классные ребята. Я даже не знаю, кто сказать. Мы в Дубае кричали «Пакистан Зиндабад». Да. Пакистан Зиндабад! А что значит «Пакистан Зиндабад»? Что это значит, брат? Как перевести? Это значит, что Пакистан сильный, хороший. Да здравствует Пакистан. Что-то в этом роде, да? Хороший. Хороший. Это кайф. Это кайф. Да. Пусть Бангладеш живет долго. А, вы хорошо говорите по-английски. Кстати, знание английского тоже важно, потому что чем лучше ты знаешь английский, тем более высокооплачиваемую работу ты можешь здесь найти. И ребята мне говорили об этом, что тот, кто не знает английского, он работает стройкой, то есть тяжелая работа, кто знает английский, тот уже офис, где-нибудь туристическая компания, водителям. Слушай, ну здесь им платят меньше, чем в Дубае. В Дубае была зарплата 2 500, здесь они искали 1 200. Не, я думаю, приблизительно одинаково. Хотя в Дубае жизнь, она дешевле, такси в 2 раза дешевле, чем в Дубае, недвижимость. В Абу-Дабе. Да, да, в Абу-Дабе жизнь дешевле, чем в Дубае. Ну, соответственно, и уровень зарплаты немножко. Ну, потому что в Москве и в Питере, да, или там в Киеве, и во Львове где-нибудь тоже. Разный уровень жизни, разные зарплаты. Guys, Пакистан, Зиндабад. Ребята, Пакистан, Зиндабад. Бангладель, Зиндабад. Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья, хорошего вечера. Пока. Спасибо. Все, мы погнали? Да, ребята, пожрать чипсов в компании. Я должен сказать, что эти чипсы должны получить Мишленовские звезды, потому что вкус, удовольствие того, чтобы в компании ребят кайфануть, это вообще, не знаю. Я не знаю, как вам передать это ощущение, что классно быть и на яхте с богатыми людьми, и классно быть с простыми парнями похавать чипсов. Ну, не знаю, просто, просто кайф. Это настоящее счастье, ребята. Так что, что, вкушайте жизнь на полную. Продолжаем просмотр. Ир, два последних вопроса. Первый. В комментариях люди разделятся точно на два лагеря. Одни будут писать, блин, Ира, ты вообще ураган, столько энергии, четверо детей, бизнес, просто космос. Вторая половина будет писать что-нибудь негативное. Это все неправда, она актриса, или покомментирует по тому, что она ребенка покричала, или еще что-нибудь скажет, вот она там недоразвитая, еще чего-нибудь там психологам надо ходить, сама там недоработанная и так далее, и так далее. А уже кого-нибудь там объясняет, что-то учит. Вот представим, что есть два типа комментариев. Вот можешь обратиться сначала вот к тем, кто будет писать что-то негативное. Что ты хочешь им сказать? Ну, какой-то вот посылом. Ответить, так сказать. Заранее, да? Заранее, да. Ну, все мы недоработаны, это нормально. В принципе, я считаю, что опять же, что излучаете в мир, то и получаете. Будете излучать негатив по отношению к другим, ну, вы негатив будете по отношению к себе получать, но другого не бывает. То есть, если я покричала на ребенка, это был не негатив. Это делалось для определенных целей, зная психику и психологию именно этого ребенка. Поэтому мы можем развить огромную тему на этот счет, но вы какое-то чувство вины во мне хотите, не получится. По поводу непроработанности, да, мы все непроработаны. Это бесконечный путь. И я, наверное, опять же, не стремлюсь к какой-то суперидеальности. Главное, если я хорошо чувствую, я никого не обижаю, я никого не кидаю. У меня я в порядке, мир в порядке, другие в порядке и Бог в порядке. Это самое главное. Это залог здоровой психики и хорошего настроения. А если люди выплескивают негатив, ни один негатив не будет бесследным. Это отразится либо на здоровье, либо на кошельке, либо на взаимоотношениях с людьми, с другими, с Богом и так далее. Все вернется к экрану. Прикольно. Это я, знаешь, интересно было бы провести исследование. Опросить тысячу хейтеров и спросить, сколько они реально, ну, какие у них доходы в жизни, да, и насколько они счастливы люди. И, наоборот, опросить тех, кто пишет положительные комментарии. Насколько они по десятибалльной шкале счастливы, и насколько они хорошо зарабатывают. Вот мне интересно, какая была бы статистика? Ну, я понимаю, какая статистика. Какие? Ну, чудес не бывает. Но если хейтеры и имеют какие-то доходы, то они эти доходы через здоровье, то есть они здоровьем расплачиваются за эти доходы. То есть они работают на вот, ну, просто… Это очень, понимаете, очень много, когда в тебе, в цепи, вот вы помните эту формулу, в цепи напряжения, энергия, сила тока, делённая на напряжение. Это равно энергия, да? То есть и вот когда у тебя вот это вот напряжение, когда вот эти вот опять… У тебя какие-то, там, не знаю, чувства по отношению к другому, у тебя какие-то мысли, опять же, вот какие мысли вы думаете? То есть они все записываются, они все записываются вот над каждым человеком, как статистики мы в компании над каждым сотрудником вешаем, это те же самые статистики над человеком. Как файлы в компьютере, всё сохраняется? Конечно. Какие-то файлики сохраняются? Ни одной мысли, ни одного выплеска не бывает просто вот пустого. Это всё энергия. Вот это энергия, вот это энергия. И вот тут всё вокруг энергия. И уже это не понимать в наше время, когда раньше квантовые компьютеры и вообще квантовую физику воспринимали, что… То сейчас уже, вон, Путин по квантному телефону, по-моему, разговаривает уже. И люди на квантном компьютере работают. То есть это уже здесь, и уже нет смысла это отрицать, уже всё доказали на самом деле. Поэтому, ну, и мысли – это тоже энергия. И что излучаешь, то и получается. Окей. Теперь второй тип людей, которым ты очень откликнулась, ты им понравилась, они чувствуют вдохновение, радость, и тебе пишут тоже положительные комментарии сейчас. Что ты этим людям хочешь сказать? Ну, это здорово, что люди умеют восхищаться, оценивать других людей. Значит, их будут тоже оценивать. То есть положительные. В них будут искать. Конечно, в любом человеке есть и хороший, и плохой. Как в тебе, как во мне, как в любом человеке. Нет идеальных. И вот ты куда фокусируешься, то ты и будешь получать в своей жизни. Если ты в человеке будешь видеть хорошее и тренировать свой мозг видеть хорошее, то получается, у тебя фокус сюда, и у тебя будет жизнь подбрасывать. Знаете, как красная машина, которую ты хочешь купить, тебе кажется, вообще красных машин нет. Ты только об этом подумай, и то же самое работает эта история. И те люди, которые умеют в людях видеть положительное, значит, в них тоже люди будут видеть положительное и будут больше притягивать. То есть ты притягиваешь то, что видишь. Если ты любишь плеваться в людей в Ютубе, там где-то, где угодно, ну ты, соответственно, будешь то же самое получать. Если ты умеешь восхищаться, ты будешь получать то же самое. Кайф. То же самое энергия. Это всё обмен энергиями. Все наши мысли, все наши посылы, намерения. Но это не просто так. Я реально максимально твёрдый человек. Я вот только что объясняла, что есть материальная сторона, и не отлетать в духовность. И когда люди зарабатывают на том, что я рассказываю людям, как добиться успеха, а сам я добился успеха за счёт того, что людям рассказываю это, ну как бы такое. Это, конечно, люди часто в это не верят, потому что такое. Но на самом деле это абсолютно нормальный этот труд. Действительно, эти люди меняют, ну как Джон Кеха, например, обожаю его. Я, кстати, заключила с ним контракт на развитие на арабский рынок его. Я прям лично с ним знакома. Это потрясающий человек. Я его обожаю. Он спикер, он уже там 40 лет учит людей. Это огромная работа. Но ему там часто пишут, да что вы там это, вы сам ничего не заработали. Ну про меня скажите, я твёрдый человек. Я не как Джон Кеха зарабатывала, хотя с удовольствием бы его путём пошла. Его просто потрясающий жизненный путь. Для тех, кто не знает, автор книги «Подсознание может всё». Такая не толстая, тоненькая книжечка. Их очень много у него книг. И у него этот петцеллер в России. В России его обожают. Его в России знают. Вот я просто подхожу к каждому, его знают все. И можно там вывести о нём информацию. Вот, и что я хотела ещё сказать. Что, что, что хотела сказать. Что классно. Джон Кеха твёрдый бизнес не делал, но принёс пользу, и это тоже хорошо. Я сейчас очень много говорила про эзотерику, про мышление, про то, как вот эти базовые настройки, что такое проработки, что надо прорабатываться, надо развивать себя, вкладывать в себя. Редактор субтитров А.Семкин